Вячеслав, вы повторите о том, что все выставляется в интернет, и как дальше разговаривали, такое согласие. Да, у нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Под запись сейчас. Доброго времени суток, уважаемые зрители и слушатели информагентства «Ледокол». Сегодня у нас особая передача. Мы привлекли людей верующих для решения такого вопроса, как смена системы и мнение об этом православных людей. Сегодня у нас прямой эфир с товарищами с совершенно другой политической и религиозной позицией, поэтому будет жарко. По регламенту у нас у каждой стороны по пять минут на донесение своей мысли. Поехали. Юрий Владимирович, гости представятся сами. Совершенно верно. Доброе утро. Добрый день. У кого как? Да, у нас вопрос-подход очень простой, потому что мы видим о том, что ситуация, как говорится, в миру, в жизни, в Российской Федерации, в России, достаточно проблемная. В принципе, мы видим в том числе и то, что у наших соседей, теперешних, когда-то это была общая территория, территория Советского Союза. То есть в Казахстане ситуация тоже нагрелась и, так сказать, закипает. Хотя, в принципе, там, ну, принимают смерть для того, чтобы все нормализовалось. То есть как бы ни было, что бы ни было, а ситуация очень, так сказать, может быть и напряженная в Российской Федерации. Поэтому обсуждение таких вопросов в любом случае должно касаться не просто, как говорится, политически ориентированных каких-то деятелей, как говорится, политиков, а и простых людей. Ну, в том числе простые люди ходят и в ту же самую, в те же самые храмы, неважно какой религии. В данном случае вот есть у нас такой вопрос. Мнение православных по всем этим темам. Конечно, у них есть своя точка зрения, поэтому сейчас они сами представятся и все расскажут. Пожалуйста, кто будет, Игнатий? Да, я Лапкин Игнатий Тихонович, православный проповедник и миссионер, как в Википедии показывают церковные писатели, поэты, блогеры там наговорили. Но я простой человек, не имею образования ни гуманитарного, ни церковного. Я все это, что имею, получил самостоятельно, изучая Слово Божие, как говорит, унок Христа. Мне 82 года, 83 год идет. Ну, коротко сказать, отец инвалид войны вернулся, в семье 10 детей, 5 мальчиков, 5 девочек, с матерью полкласса вместе не кончили. И вот в такой семье я вырос, и в 23 года после службы в Советской Армии в руки мне дали Евангелие. Я в это время работал в Балтике, а служил в Марплоте. Ну и вот, такой, как есть, 58 лет я несу это Игорь. Советская власть меня гнобила, я прошел 5 тюрем и лагерь, реабилитирован только в 92 году, как жертву политической репрессии. Вот краткая моя биография. Микрофон, микрофон. Юрий, Юрий, тебя не слышно. Татьяна, Татьяна. Связь, Татьяна. Может, тогда дальше, раз Татьяна молчит пока. Нажми. У нее вот сейчас говорит Татьяна. Ага, добрый. Добрый день всем. И, в общем-то, результат переписки вот нашей сегодняшней беседы получилось так, что я вышла на группу «Во свете Библии» и в разговоре понимаю так, что православный категорически против коммунизма и его идей. Однако, видя то, что происходит сейчас, уже не в коммунистической России, в общем-то, возник такой вопрос. А нужно ли что-то менять в нашем сейчас бытие? Потому что то, что сейчас творится, вроде как бы разрешено все, любая вера. Однако это не ведет к никакому улучшению. Буквально из окна своего дома вижу пьяниц, которые просто лежат от упития спиртными напитками и так далее, и так далее. Говорить про это можно много. Но это точно не ведет к спасению. Однако государством не принимается никаких ровно мер для того, чтобы как-то человеку, ну, скажем так, в этом помочь. Ну, в отличие, скажем так, от того же советского периода, когда с пьяницами так или иначе, но все-таки занимались, пытались их как-то выразумить. Ну, это отдельный разговор про пьяниц. В общем, вопрос-то, в общем-то, такой, как и что нужно поменять в нашем сегодняшней системе или укладе для того, чтобы и народу жилось лучше, и чтобы меньше было всяких вот этих вот проявлений, как разложения конкретного человека или общества в целом. Ну, и чтобы жилось, наверное, получше, потому что, в конце концов, видим сейчас, ну, не от хорошей жизни, вот такие имеются, имеют место быть, ну, будем говорить так, грехи. Вот такой вопрос. Нужна ли смена системы и уклада нашей жизни? Кто-то должен давать знак, что можно говорить. Игнат Тихонович, да, вам дается пять минут. Хорошо. Речь идет, пока я слышу о том, как улучшить жизнь людей, но отсюда вывод делают, сравнивая с прошедшими годами советской власти. Жили вместе, республики были, можно было везде ездить спокойно, этого не было, чтобы захват заложников даже не слыхали про это. Это все правда, они говорят. И бесплатное образование, там, медицинская помощь и все такое. Но мы-то верующие, поэтому вы должны, когда говорите улучшение, иметь в виду, что мы верующие, верим в загробную жизнь. И поэтому главное для нас, чтобы была спасенная душа. Где он, человек, будет после смерти? В аду или в раю? Я бы вот предложил, если можно так, ну, как бы, я пять минут не прав, а с кем я беседую-то, он прав. Ну, и пять минут, даже по три минуты. А потом он полностью соглашается со мной. Что из этого получится? Кто что проиграл? Вот я верю в Бога, а он не верит. И вот как-то, кто там руководит у нас временем. И это дело бы, я думаю, в самом начале нужно показать. Тогда видно будет, почему у нас разное расхождение. Хотя стремимся в этой жизни к хорошему. Вот мой вопрос. Ну, давайте. Вопросов нет, Аркадий, потянешь? Я повторю еще раз. Вот сейчас Аркадий будет говорить. Три минуты. Он прав, а я не прав. Как он на меня смотрит, что из этого, что я проиграл. А потом я буду три минуты прав, а он должен соглашаться со мной, что он не прав. И мы увидим, знаем мы, кто или нет, как в Греции было, разговаривают. Скажи, кто твой сопротивник? Ну, я сразу скажу, коммунисты, которые хотят, чтобы было хорошо. Они заботятся об этом, правильно. А ты кто? А теперь он должен ответить, кто я? Он должен сказать, кто я? Православный, такая-то вера. Теперь разговаривайте. А чтобы не с тенью боролись. А знали друг о друге, уважали друг друга. Я не прав. Я верю в Бога, а его нет. Пусть он мне теперь докажет, что я проиграл в этой жизни. Так, давайте я попробую все же объяснить, кто такие верующие в целом. Ну, и православные в частности. Да, это люди, которые верят в конкретного единого Бога. Хотя, опять же, на территории России до сих пор соблюдаются еще языческие некоторые обряды. Это та же Масленица. Включена в календарь, насколько я помню, христианских праздников. Хотя имеет еще языческие корни. Плюс, да и в самом православии со всех мест, где оно как-либо проявляло себя, оно вобрало культуру того народа, где оно укоренялось. Иначе бы не укоренилось. Из-за того, что люди верующие имеют особый склад ума, они в основном стараются думать не о том, что сейчас у них, ну что, дал им хлеб насущный некий бог, а главное думать о том, как они встретятся уже с ним там в загробной жизни. То есть на будущее, которое они то ли увидят, то ли не увидят направленные их мысли. Поэтому о том, что сейчас, можно особо не заботиться. Что-то тебе дали, вроде не бьют, не гнобят, и можно с этим жить. То есть некая покорность формируется в мыслительном процессе. Поэтому эта религия удобна для всяких правительств. Еще удобнее, наверное, только католичество, потому что католичество само было главным феодалом и разруливало феодальные, да и современные капиталистические некоторые моменты. Нельзя забывать о том, что католическая церковь, святая, помогала нацистским преступникам перебираться в Аргентину. Об этом нельзя забывать. Конечно, про РПЦ, которая сейчас у нас есть, и ее отношения с РПЦЗ я говорить не буду. Но опять же, это все моменты политические, а не духовные. То есть о том, как свое внутреннее психологическое устройство делать, люди думают сами. А вот о том, как денежки попилить, об этом думают организации, которые якобы призваны Богу людей вести, к хорошему. Как сказал в одном из переводов Дмитрий Гоблин-Пучков, думать надо о добром и мочить, кого прикажут. Вот церкви этим часто занимаются, указывают, кого мочить. Это из истории, если честно видно. Сейчас влияние церкви из-за развития науки и техники. Минута прошла. Хорошо. Аркадий, немножко вы не ответили на этот. Игнатий Тихонович вопрос задавал, имеется в виду, что что потеряет, вот как если он верующий, что он теряет в этой жизни от того, что он верующий и живет. Вот, вы должны были это сказать, но вы вначале нечто сказали, я просто, ну, поясняю. Ну, хорошо, я больше не буду говорить на эту тему. Игнатий Тихонович, у вас три минуты. Хорошо. Дело в том, что если человек, он не верит, что, а я верю в Бога, это говорится, что я дурак стопроцентный, верю в то, чего нету, живу только для царства несуществующего. Ну, идиот, без кавычек. Ну, и что дальше-то? У меня, во-первых, я не пью, не курю, у меня тысячи друзей и враги, и все есть. Я 82 года, я не болею ничем, открыта передо мной вся дорога, я нахожу путь туда, вот в тюрьме только сейчас пишут. Тысячи людей пришли через меня к Господу, преступники стали настоящими людьми. Коммунисты уверовали сколько людей, стали священниками. Кроме того, что в его глазах я такой, ну, а я ничего не проиграл. Теперь на ту сторону. Я с ним согласился, да, я глупый, ну, и прочее. А теперь, если я прав, следующая моя, теперь очередь сказать, а вы, неверующие, вы проиграли все. И в этой жизни курите, и пьете, и блудите. Вокруг меня неверующие живут люди. Жизни нету, ненависть. Вернуть себя в прошлом, не говоря о том, что там было. Оно, вы потеряли Царство Небесное. Неверующий в Сына Божия Христа не убить в жизни. Потому что он живет не по этой книге, которая называется Святая Библия, Холебайбл. И тогда человек все проиграл. И поэтому то, что я верующий, я в жизни ничего не проиграл. И у меня и в здоровье, и в семье, и в работе, у меня везде все отлично идет. Но у меня будущее, если вы коммунисты или у кого, у него ничего нет в будущем. Могила, лопухи, и на ней все. Вот и весь ответ. Я просто хочу сказать, проигранная жизнь. Зря. Отошел. Две минуты прошло. Ну все, если минуту еще у вас, Агнатик, с минутой. Потом показывай, как минута остается, меньше минуты, чтобы я больше закончил. Потому что я вел передачи, и мне через стекло показывали. Я всегда вкладывался в эту мысль. Так вот, быть верующим, это иметь будущее, как Паустовский говорил. Сын говорит, папа, ты все чернеешь и чернеешь, а мама светлеет. Почему? Константин Константинович ответил, у матери встречи со Христом, в будущий рай. У меня ничего нет, кроме могилы и тлена. Бочи. И кроме того, на сегодняшний день официально верующих 91%. Но на неверующих 9% падает 99,9% всех преступлений мира. Почему? А нет, сдерживающее начало. А нет же Константина Крупская, вы знаете, кто была она. И она говорила, религию уздать для масс. Вот ее узду скинули. И управиться не могут. А потом мы отдельно по вашей теме будем говорить. Отошел. Ну, в принципе, как я понимаю, Игнатий позицию озвучил. Аркадий свою позицию озвучил. Идем дальше? По-моему, да. Надо дальше. Да, да, давайте, говорите. Я не хочу включать микрофон в эфир. Ну, все, ваша сторона, теперь говорите, вы задавайте. Давай, Юр, поехал. Хорошо. Ну, вот смотрите, у меня, например, вопрос простой. Очень простой, на мой взгляд. Я с этим сталкиваюсь и в жизни. То есть, хожу я в банк, там людей вижу, в магазине, хотя, в принципе, в магазин-то особо я не хожу, но прислушиваюсь, о чем люди говорят. Так вот, мне любопытно был такой диалог. Это в банке было. Сидели, как говорится, люди. Ну, в возрасте сидела одна бабуля, которая, ну, не важно, в принципе, бабуль, дедуля, абсолютно не важно, которая говорит, вот проблемы у людей, проблема от того, что не молятся. Ну, я послушал, она высказывала там кому-то на эту тему, они вроде пытались обсуждать, а потом, ну, сколько, ну, три минуты, ну, пять минут они на эту тему говорят. Потом я, так сказать, включился и спросил, я говорю, бабуль, я говорю, скажите, у вас есть какая-либо молитва, чтобы она, вот вы прочитали, и после того, как вы ее прочитали, пошли в магазин и купили продукты уже, как говорится, не по 100 рублей, а по 50 рублей. Что-то такое есть. У вас есть молитва, которая поможет снизить цены ЖКХ? У вас есть молитва, чтобы, так сказать, убрать какие-то налоги? Ведь от этого мира, от, так сказать, той политэкономии, какая вокруг нас, от этой системы никакая молитва не защитит. А жить-то нужно сегодня. Почему? Потому что сегодня есть дети, сегодня есть внуки, и их надо держать на этой земле нормально, чтобы они нормальными людьми выжили. А при той системе, которая есть, она не позволяет, по сути дела, людям подняться и стать людьми. Вот в чем дело. То есть вы посмотрите, что происходит. В конце концов, те же самые, ну, девчонки 20-летние, как их там, child free, правильно, Аркадий, я называю? Да, 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 child free. Вот. То есть они фактически совсем ни на семейное, ни на замужество, ни на детей не ориентируются. Вот какие вопросы у нас. Все. У вас еще три минуты, если что, есть. Ну, мы их можем в загашник куда-нибудь, так сказать, в накопление отправить. Игнат Тихонович, у вас пять минут. Хорошо. Дело в том, что люди, которые с вами разговаривали, они по названию верующие, а сказать, что они исполняют заповеди Божии и смотрят на то, что Господь повелел делать, они вам ни слова не сказали. Вы сказали, в настоящее время так трудно, вы неоднократно употребили слово «проблемы». Когда я вел занятия в университетах перед студентами, я всегда говорил, я слово «проблема» исключаю из своего лексикона. А как? Нерешенный вопрос. В Российской Федерации погибло полностью 51 тысяча сел. Государство, образующее основу в дребезге разнесенное. Нас на колени ставить не надо. Ничего нету. 51 тысяча сел. И мы единственные пока взяли землю и с нуля начали восстанавливать. Условия, чтобы человек, который думает поселиться, доказал, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится и не ворует. У нас ни одного аборта, ни одного развода. По полгектара земли каждому. Ну, уже в прошлом году у нас у старосты было 1200 гектар. Комбайн по лесу купили за 10 миллионов. Жить можно, надо работать, а не в городе оттираться здесь. Это я вам говорю на то, что с кем встречаетесь. Поэтому у нас на работу. В стране говорят сегодня беспризорных, как, ну это Бургалиев сказал. Министром когда был. Больше трех миллионов. Ну и что сделали? Ничего не сделали. Я решаю вопрос. Образую детский лагерь своими силами. Регистрирую в отделе юстиции. Набираю команду волонтеров. И я их начальник бессменный. 45 лет и 3 года плюс в ином формате. Я должен построить здание, где ночевать, как кормить. Ни одного повреждения не было. Лагерь трудовой называется. Больные делаются здоровыми. Я могу показать. Тысячи детей подняли без помощи государства. Конкретно. Я не теоретик. Я на практике смотрю. И поэтому, где бы я ни обращался, коммунисты или кто, мне все помогали. Вот от компартии здесь был депутат. Я обратился. Ну, овсянка нужна. Он мигом привез. Директор, бывший порторг методового завода. Стал мэром города. В десятку лучших мэров ходит. Любая моя просьба сразу выполняется. А я верующий, они это знают. Милость Божия, она позволяет работать в этом. И я знаю, делаю для Бога. Дети нигде в нем в лагере в 5 утра не встают. У нас в 5 утра. В 8 завтрак. Они должны в это время искупаться. Принести воды. Я все время с ними. Как они питаются. Посты все соблюдаем. Повторяю, ни одного больного. Больные здоровы. Или люди, которые сидят, они знают. Тем более, у меня два канала. На одном только 22 тысячи роликов. Мы все снимаем. Нам есть что показать. И другого пути я не вижу со Христом. Павел говорит, для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Смерть это всего лишь переход на другую сторону. И какой вопрос не возьми, проблемы нету. Я отвечаю, как собрались тут коммунисты. Меня везде приглашают на конгресс. Там Жаря Салферов был в лауреат Нобелевской премии. Все, сейчас заканчиваю. Вот. И говорят, нет национальной идеи. Была пролетария всех стран, соединяйтесь. А сейчас нету. Я поднял руку, говорю, она есть идея. Ну, идея есть. Ее опробировать надо. Сколько? Ну, хоть года два. Я говорю, 40 лет. А что это такое? Сидят насторожились. Я говорю, дети. О, мы забыли. Я говорю, дети воспитанные. Правильно. Я говорю, во Христе. О, во Христе. Ни родного развода не будет, ни войны не будет. И все будут сыты, и все будет. Ни одного преступления, ни одного аборта не будет. Отошел. Полторы минуты. Можно мне слово? Вы там посчитывайте правильно. Потом в конце подобьем. Я все сказал. Пожалуйста. Слово можно? Рады, что мы хозяев канала. Так, ни одной войны у верующих. А как же крестовые походы? Сколько вообще людей умерло с именем Христа на губах, по сути? За веру, за царя, за отечество. Это если за православные страны говорить. За ту же Российскую империю. Так что не надо говорить, что религия, она дает мир и спокойствие. Наоборот. Разные религии, они разделяют людей. И только провоцируют войны. Ну, помимо тех материальных обстоятельств, о которых обычно говорим мы здесь. Потому что мы это смотрим на мир материально. То есть с позиции того, какие где есть ресурсы, и кому их не хватает. Поэтому вот такой вот ваш аргумент несостоятельный, товарищи. У вас еще 4 минуты. Ну, ладно, мы тогда отложим. Игнат Тихонович, пожалуйста, вам слово. Дело в том, что о религии я никогда слова не говорю. Зачем мне его подставили сюда? Религию, нравственность, она придет только из-за веры в Бога, приходит. И поэтому говорить, а вот крестовые походы, ну, 11 крестовых походов, да, от католиков были, от православных ни одного не было. Все грабили, а Россия свое отдавала последнее. Что с Севером было, как взяли, никакой крови не было. И даже говорить про это не надо. А теперь, теперь вы коснулись, сколько эта идея унесла. Ну, мне сказали, что вы от Компартии. Ни от одной идеи в мире не было столько гонений мертвых, как от Компартии. Почему Достоевский говорил, если атеисты придут к власти, преступление, наказание, 100 миллионов голов в этот эксперимент обойдется. Маленькая ошибка, 110. Репрессии, голодоморы, раскулачивания. Слой за слоем срезали. Двероевство не такое, священство не такое. Как Ленин писал, чем больше уничтожим, расстреляем, тем лучше. Более людоедской партии в мире не было. Я даже с Гитлером нельзя сравнивать. Почему Нюрнбинского процесса не провели над коммунистами? Один вопрос. Возьмите, у Гитлера не было, я его не одобряю. Он стал гнать народ Божий. И он получил, как сатана, по рогам. Но из небытия страну поднял. А эти передовые государства, Российская империя была. К самой пропасть бросили. Что только не было. Раскулачивали. 12 миллионов раскулачиваний обошлось. Лучших труженька поубили. И в это время защищать эту идею людоедскую. Оборони Бог. В мире не знали такого. Отошел. Три минуты еще. Юрий, включите микрофон, пожалуйста. Не забывай, Юр, включать микрофон. Так, один, два, три. Слышно? Так точно. Хорошо. Просто я, чтобы лишние звуки вдруг какие будут. Ну, я говорю, время мое, значит, подошло. Ну, Солженицинские бредни, честно говоря, мне в перестройку надоели. Тогда брехали налево-направо все кто угодно. Начиная от Якулева и заканчивая к Горбачевым. Вот. Поэтому бред этот, извиняйте, в баню его. Дальше. Про все эти голодоморы я наслушался тоже от нациков со стороны Украины. Брехать можно сколько угодно. Как у меня сосед рассказывал про 22-й год, по-моему, когда засуха была. Так вот, они попытались уехать за камень, за Урал. Вот. Это Поволжье. Голодные Поволжье, то самое. Вот. А навстречу едут телеги и говорят о том, что там то же самое, так что возвращайтесь. Они вернулись, а их землю уже родственник забрал. То есть, там уже на те земли, которые сколько у них там десятин было? Одна или две? Ну, без разницы по большому счету. Он взял их, засеял под солнечником. И ему повезло то, что в это время, когда он посеял, выпала дождь, пока они отъезжали. Вот. В результате получилась простая вещь. Отец семейства был вынужден податься в Самару. Тогда еще Самара была. Вот. Там Тиф или Холера. Ну, в общем, короче, умер. В результате получается, что ближайшая родственница, его жена с детьми, должна была, так сказать, пойти батрачить. Она пошла батрачить на своего брата, который как раз их территорию, их землю и взял. Вот. И дальше максимальное, что ей можно было, называлось это исполу, исполу, исполу работать. Максимальное, что ей можно было, это только, так сказать, в прихожей на сундучке у своего брата поспать. По крайней мере, вот так вот. И далее, после этого, что произошло. А когда началась, так сказать, включилась советская власть, когда начали всех учить, то значительная часть людей в том же самом селе стали задавать вопрос. А зачем нам учиться? Мы вроде и так соображаем. Мы живем. Нас власть не трогает. Мы власть тоже не трогаем. Все нормально. А потом, потом уже в селе, значит, и такой разговор. Только подождите. Если нас хотят научить читать, писать, считать, это получается, мы уже будем все это уметь, и, значит, нас никто не сможет обманывать. А как так? А смотри. Ну, если мы будем правильно считать, значит, нас уже не обманут. То есть, получается, власть-то не хочет, чтобы нас обманывали. Это один разворот был, и люди поняли о том, что власть-то за них. Следующий вопрос. Я думаю, ни для кого не секрет, что при царе, так сказать, женщины, можно сказать, рожали в поле, серпом пуповину отрезали, ну и так далее. То есть, отлежиться два часа и дальше опять в поле. То есть, вот, собственно говоря, так сказать, и медицина, образно выражаясь. Поэтому и рождаемость была низкая, умирали люди, в детстве умирали. А тут вдруг, вот, честно говоря, я бы его ролик сейчас включил, потому что я тогда этот разговор записал. Вот. И дальше получилась такая вещь, говорят, а тут вдруг фельдшеры появились, медицина. Женщины начали удивляться, как так, рожать на белых простынях? Вот. А далее уже, получается, при Сталине, так сказать, пошло увеличение народа, населения, потому что медицина включилась в защиту людей. И это уже было абсолютно не при царе, а при советской власти. Ну а дальше, честно говоря, разговор вести, что там и как, были ли людоеды, кушали ли они детей, в принципе, это показала уже Великая Отечественная война. И 37-й год, кстати, который был очень урожайный. Это я тоже от своих знаю. Очень урожайный. Потому что зерно, которое, так сказать, должны были продать государству, продали. То, что должны были по трудодням раздать, раздали. А потом еще развозили, потому что остатки были. Подъезжали и говорили, так, вот это вот тоже ваш. Ну как, мы уже забрали. А вот это, как лучше так забрать? И все, понял время. Я должен тебя поправить. Скажи в эфир, что рождаемость была высокая, как и смертность. А не как ты сказал. Ну, рождаемость высокая была в любом случае, да. И люди были нужны. При царях 17 детей рожали, а выживали мало из них. Аркадий, не надо мне про царей. Все, приехали уже про 30-е, про 40-е годы. И дальше результат всей этой советской власти как раз. Победа в Великой Отечественной войне. К которой те же самые, так сказать, религиозные организации вкладывали своими деньгами тоже. Поддержка. Я не помню там, что там было. Дмитрий Донской, насколько я помню, была. Танковая дивизия. Авиацию, по-моему, тоже проплачивали. То есть поддержка была коллективной от всего народа. Все, хорошо. Время. Уступаю, все, уступаю микрофон. Игнатий Тихонович, вам 5 минут. Хорошо. Вот вы сказали, ну, последняя. Война. В эту войну выиграли. Более позорной войны никогда не было. Даже Сталин день победы не сделал. Почему? Потому что за каждого немца заплатили. 5,5 человек. Трупами завалили все. В первый же месяц войны 4,5 миллиона пленных только. Каждая страна заботилась о пленных. А у нас пленных нет предателей. Возвращались из одного лагеря в другой. Даже Девятаев угнал самолет и на 10 лет в лагерь поступил. Это что, не видит, что ли? И дальше говорите, вот они так жили. Я живу в деревне, родился. Отец инвалид войны, вот так руки нету. Под Смоленском, в 41-м оторвало. 10 детей. Ну, можно хоть какую-то льготу. Нет. Гуси вырастили, осенью всех до одного забирают. Это не все. На яблоньку и ту налог наложили. Срубили ее. А нету. Если держит овечку, полторы шкуры сдать надо. Что уж тут-то говорить, когда людоед ни один этого не делал. Ни Шингисхан, ни Наполеон никто не делал. Отец инвалид войны. 10 ребятишек. И рядом моя бабушка живет, материна. Три сына на фронт ушли. Артиллеристы. Все погибли. Ну, ей можно хоть какую-то льготу дать. Ничего нету. И мы лебеду собирали, мороженую картошку ели. Милостью Божией ни одного больного нету. Все, что у нас было, подметелку выметали до последнего дня. Я говорю, я с 1939 года. А теперь вы сказали, вот они, там, кто-то. Нельзя отрицать то, что уже весь мир это знает. Голодомор устраивается. По выкладкам Дмитрия Ивановича Менделеева, в 2000 году русских должно было быть 650 миллионов. А их полтора миллиона, полторы сотни миллионов даже нету. Полмиллиарда какой Змей Горыныч сожрал. В России каждый год приплод был, при царе, в 2013 году. 3-5 миллионов. А у нас сейчас каждый день, каждый, сказать, каждый день 20 тысяч абортов. Бога нету. За время перестройки 120 миллионов абортов. А только официальная цифра. Они официально еще выше. А почему? Комсомольское право тут пишет. Страна огромная, рожать некому. Почему греха нету? Как писал Маяковский. Твори, выдумывай, пробуй. Вот и допробовались. Кому это непонятно. Без Бога-то ничего нету. Зачем человеку жить? И при том, за трудодень. Трудодень фигушку нам показывали. Мы просили хоть обхиженной воробьями, там, с пометом маленько что-то взять. Ничего нету. Нету? Почему? Все подметало государство. И хвалить эту власть, когда человека вообще в глаза не видели. Лещить. Кого лещить-то? Сначала споили народ, а потом лещить надо. Почему? Почему, когда были люди в немецких лагерях, обо всех заботились, а о советских никто не заботился? Почему Солженицын пишет? Первую мировую войну на каждые, допустим, 100 человек. Четыре человека были русские, заворовались. По Второй мировой войне 94. Если тогда смотрели, девственность была почти 100%, то сегодня проверьте. В шестом классе она уже на вторую букву алфавита называется. Ну, без Бога нету, миленькие мои. Что же говорить? Когда будущего нету, и жизни никакой нету. А в 37-й, говорит, и был урожайный. Урожайный на голову. Это и жровшина самая была. Подряд рубили всех. У нас сейчас в Барнауле, Алтайский край, Барнаул, выпустили, кажется, 12 томов, репрессированных, вот такие книги. Колхозник, неколхозник, брали враг народа. Ничего не было, не знали даже. Подряд всех гнали. И это защищать, или сказать, ничего не было. Ну, мы просто клоуны здесь будем играть. Нельзя, ребята, это делать. Весь мир это знает, что без Бога жить нельзя. Почему знают, что любое государство устроено на трех столпах. Вера в Бога, семья и частная собственность. Коммунисты все разрушили. И поэтому ничего и нет. Отошел. Так, могу говорить, да? Игнатик, еще одна минута у вас есть. Ну, ладно, в задачку положи ее. Ну, смотрите. Вот сейчас, например, то, что я живу в городе, вижу, что в каждом квартале построили по храму. Я не буду говорить по церкви, но по храму. В том числе есть и, понятно, что и мусульманские есть, и буддистские есть. Тут нет вопросов. Всяких, как говорится, по паре. Так вот, получается такой вопрос. Если сегодня вы сами сказали о том, что там шестиклассницы и шестиклассники, кстати, это вопрос не только про девчонок, это разговоры про мальчиков тоже. Потому что кто развращает данная политическая, политэкономическая, общественно-экономическая система? А эту систему кто создавали, кто строили? А те самые антисоветчики, которые уничтожали советскую власть, которые грушили и ломали ее. Поэтому это результат работы именно за прошедшие 35 лет. Как вы от этого будете открещиваться? А ведь эта система вам позволяет сейчас, собственно говоря, существовать, жить, но в нужный момент они включат все рычаги и навалят на вас и налоги, и сборы. Поэтому разговор, в том числе вы же в самом начале хвалили о том, что в этой системе у вас получается и с детьми работать, и с подростками. Кстати, вопрос такой, а будущее у этих, сколько там, сколько лет уже этот трудовой лагерь, будущее у этих бывших детей сегодня какое? Кем они стали? Какие у них семьи? Куда они, так сказать, смогли продвинуться, не смогли? Это тоже вопрос сегодняшнего дня. Потому что я знаю, вот у нас на работе была, ведущая технолог была, Вера Павловна, в свое время, это еще при советской власти, она из детского дома, насколько я помню, взяла мальчика, так сказать, на воспитание. То есть, ну, приемный сын. Так вот, на сегодняшний день приемный сын, по-моему, четверо детей у него выросли, да, все это понятно. Но невозможно, это как в той же самой старой русской поговорке о том, что с кем поведешься, от того и наберешься. То есть, невозможно, выражаясь марксистско-ленинской философии, о том, что общественное бытие, так сказать, влияет на общественное сознание. То есть, вот это вот все, от этого не спрячешься. И это все как раз давит система, и это система, которая воспитывает именно в таком плане людей. Поэтому перспектива развития страны в яму все идет, в болото. Поэтому то, что было создано при советской власти, те предприятия, те заводы, те фабрики, где работали люди, где был контроль, где было наблюдение, соблюдение тех же самых женских прав, соблюдение норм по охране труда, которые сегодня, ну, не столь значительно сохраняются, вот. Все вот это вот сегодня, как раз благодаря современной буржуазной системе все происходит. Я не знаю, как вы можете от этого открутиться. Все. Игнатий Тихонович, у вас пять минут. Вас как звать-то я, не знаю, говорили. Юрий можно, можно Юрий Владимирович, кому как, хотя мне просто на ты лучше. Ну, вы абсолютно правы, говорили. Потому что я работал в то время прорабом. В органы МВД меня направили работать, потому что пролетарского происхождения. И о чем вы сказали сейчас? А где ваши дети, которые у нас почти все с красными дипломами заканчивают? У нас борода не бреют. Мы такие вот, какие есть. И в таком виде работает следователь по особо важным государственным преступлениям в краевой прокуратуре, врач краевой больницы. Два университета заканчивают, оба с красными дипломами. Мы не подземные, не это, пенсийские подземные. Нет. Мы с нуля начались, с нуля. Ничего нету. Саманный домик построили. Сейчас настоящие дома. Единственная деревня на всю страну. У нас девственность, юноша и девица сохраняются до бракосочетания. У нас этого нету вообще. Мы христиане, мы многое не ободобряем, что в церкви делается. Вы сказали в каждом квартале. А мне говорят, а вот если бы вас, зная мою биографию, избрали патриархом, что бы сделали? Первым делом прекратить строительство, заморозить все и рассчитать все с кредиторами. И дальше что? Учить людей надо. Притом я вот что говорю, делал лагерь. Какие дети, ни одного больного, 48 лет фактически. Это я делаю все бесплатно. Я нигде не получаю. В пяти университетах вел занятия, в тринадцати школах, в пяти отделах милиции, краевом УВД и городском. Во всех воинских частях края тренировок программ. Все это бесплатно. У меня ничего нету. Мне это не относится, что вы говорите. Они там имеют, кроме ржавого велосипеда, ничего нету. Я мог работать только при... Вот советская власть еще. Я освободился. Я реабилитирован жертву политической репрессии. Но работать нигде не даю. Только вне ведомственной охраны, милиции, того района, где я живу. Я никакой роли не играю. Вот так гнобили и гнобили. И теперь только... После этого у меня написано сейчас 38 томов книг, которые возрождают людей. Это после советской власти. С нуля строим деревню православную. Это невозможно при советской власти было. Я вел занятия и три радиопрограммы вел. Телевидение. В Америке выступал по голосу Америки. Это... Выехать нельзя было. Никакой свободы нет. У нас бы телефона не было, как в Северной Корее. Даже этого бы не было. Не говоря уж про компьютер. И поэтому хвалить советскую власть, которая трупами завалена. Они рубили все. Мне... Я сын, говорится, пастуха. Мне неоднократно в КГБ и в горкоме партии Барнаула говорили, вам бы только у нас работать. Мы приучены работать. И бескорыстно все это делать. Я говорю с вами только, почему же вы это не говорите? Куда полмиллиарда людей русских делось? Кто их уничтожил? А почему не хотят рожать? Бога нет. А Бога нет, все позволено. А у нас не так. Мы христиане. Да, мы относимся не к МП, а к РПЦЗ. И со многим не согласны. Говорят, а вот если бы вы сделали то, другое, третье, вот открыл бы тысячу училищ. Как? Я договорился с баптистами. Они дают тысячи учителей. Только не трогать православия, научить любить Христа и Библию. И что дальше? А дальше на четвертый день надо спрятаться от церковной мафии, чтобы тебя не зарезали. Я ничего не скрываю. Только за последние три года мне пришлось в черный список 18 тысяч занести. И большинство из них может верующие. Поэтому мы говорим, вот что Бог сотворил, и я все на алтарь положил. Какая радость жить. 82 года. А я как будто бы сегодня только встал и пошел. И все время физическим трудом. 40 лет пещи клал по стране. Мне не давали работать. Представьте, я учусь в высшее мореходное училище. 14 человек конкурса прохожу. Сразу добиваюсь разрешения сдать три курса за год. По выбору комиссии на одном из трех иностранных языков. Ясно, что не кочегаром был бы. И в это время мне дали Библию. Моя жизнь в течение полчаса вся изменилась. Работал на Балтике. Я служил в Тихом океане. В ракетных войсках. Да, это моя жизнь. Она не сходится с тем, что вы сейчас видите. А почему от Горбачева и от Солженицына советская власть рухнула? Один показал лицо социализма. Там чудовище с кровавыми кишками в глазах. И Солженицын, архипелагулак. Вот что этого монстра свалило. Отошел. Могу говорить, да? Я вижу ту картину про перестройку. Хорошо, пять минут, ясно. Я ее вижу таким образом. Я тогда жил. Я получал в начале 80-х, в конце 70-х. Я уже получал зарплату. Я начинал работать учеником. Получал 60 рублей. На эти 60 рублей вполне можно было, как говорится, жить. Да, собственно говоря, и учиться это не проблема была. Дальше. Про Горбачева. Про все этих Якулев, про этих Шварнадзе, про всех этих Собчаков, всех прочих. То есть тех людей, которые как раз и вдарили в спину советской власти. Кровавым ножом. Потому что по-другому я это не формулирую. Про все те полмиллиарда, которые речь или там про 100 миллионов, которые от Солженицын цифры озвучат. У меня один вопрос. Так спрашивается, так кто же тогда сражался-то с гитлеровцами? Кто сражался с фашистской Европой-то? Если такие цифры. Если как во время перестройки говорили, половина сидела, половина, значит, охраняла. А кто тогда танки делал? Кто тогда самолеты делал? Кто вооружение делал? Кто пахал? Кто сеял? Спрашивается, о чем речь? Так вот эти бредни времен перестройки, я их хорошо помню. И сейчас именно эти бредни вкладывают в головы молодым людям, молодым, так сказать, ученикам, школьникам, школьницам, неважно. Именно результат этого образования, потому что именно в этой буржуазной системе такое образование, результат мы и видим. О том, что девчонки звонят, например, мне полтретьего звонят и говорят, можно выговориться? Ну, поговорили, объяснил что да как. Почему личная жизнь не складывается, почему не получается так, почему она не может определить человека, кто перед ней. Как ей все это дело объяснить? Ну, нахожу, так сказать, общий язык. Начинаем на «вы», по крайней мере, она на «вы» начинает. А заканчиваем на «ты», потому что находим общий язык. Можно объяснить, можно разговаривать. Нет вопросов. Но в том-то и дело о том, что бытие определяет сознание. Раз вокруг бытие вот такое вот, антиморальное, значит, оно давит сильнее. И вопрос не в том, чтобы пустить этих людей, что, ну, как бы в те рамки, которые вот есть там, я не знаю, в монастыре, там, в приходе в каком-либо. А дело в том, что эти люди, которые вот так вот постепенно выросли, отучились в школе, отучились в институте, эти люди приходят на работу. И с чем они сталкиваются? Они сталкиваются с теми же людьми, которые, ну, имеют опыт, имеют знания. Но они благодаря рыночной системе не заинтересованы рассказывать, объяснять. Даже на работе пришлось, собственно говоря, прямо в глаза сказать о том, что почему вы не учите стажера. Я прямо в глаза сказал, когда, так сказать, там подделили, задели, я понимаю, что это провоцировали, хрен с ним. Так вот, я его глаза объяснил, потому что есть фонды, которые выделяются ведущим, получается, технологам, ведущим специалистам, инженер-технических работников. И эти фонды делить на троих уже не хотят, потому что на двоих-то это значительно, так сказать, крупнее прибавка к зарплате. А третий человек для того, чтобы его подготовить, уже не столь нужен. И поэтому они не заинтересованы готовить новых специалистов. Да, уйдут, да, они, так сказать, вечно работать не будут. Но есть другой пример. На другое, так сказать, направление, там, подразделение штамповки было. Вот, как раз перед тем, как мне уходить, по крайней мере, там из тех бюро, из технологического бюро, и скольки, из четырех человек, можно сказать, что там ни одного не осталось. Потому что одна ведущая технолог, она, так сказать, туда-сюда, потому что ждет, что ее на другое предприятие позовут. В принципе, она разослала резюме. Вот в чем дело. Вот в чем вопрос. Система. И как бы вы не нахвалили эту систему, которая построена на костях советской власти, не советская власть построена на костях, а на костях советской власти построено все это. Она не будет готовить и давать тех людей, которые будут куда-то двигать страну. Ничего она не сделает. Она, наоборот, все развалит, уничтожает. Потому что, в конце концов, действует закон конкуренции. То есть слабого давят более сильные. А сила на рынке, так как у нас рыночная экономика, так как у нас капитализм, сила вся в толщине кошелька. То есть закон, у кого толще, тот и прав. Вот какой закон сегодня действует. Все. Уступаю микрофон. Все, вы уложились, хорошо. Игнатий Тихонович, вам пять минут. Вот вы сказали о заработке. Я это об этом просто... Вы сказали, я сказал такое вот. Как мы жили, в какой семье пролетарской, что у нас было. Ничего не было. За нуль работали. Что трудоденец? А осенью определяли только. Ничего нету. Ну, палочка. Или нуль. И что кончилось? Еще все забрали. Это я говорю о своей жизни. И так жили абсолютно везде. Ничего нельзя сделать. Вырубают лес у нас. Околки. Ну, был бы хвойный там где-то. Ну, я возьми, напиши, в центральный комитет. Ну, солдаты здесь работают и кому-то рубят и возят. Заказали, а ничего нету. А леса нету. И видно, где у кого дрова. Самое простое нельзя было. На одной вжи все это основывалось. Знают, что надо делать. Ну, а делать-то как? Воспитывать. Я говорю, дети воспитаны во Христе. Вот национальная идея. Тогда ничего этого не будет, что сейчас есть. А вы говорите, а вот мы на этом, на костях. Так на костях-то эти как раз и вышли. Порторги. Куда они стали? То в попы подались, то в экологию. Ведь она не со стороны государства российской нового, что развалили и никого нету. Вот я хорошо отозвался секретаре по идеологии. Мамонцынский район Алтайского края, Куфаев. У него сын Юрий. Приехала проверка у меня в лагерь. Прокуратура. Я говорю, вот я знаю настоящий коммунист. Она говорит, так он сидит. Как сидит? Он замглавы администрации края. Сидит. На сельское хозяйство отпустили сколько там? 130 миллионов. Они все с сыном поделили. Сын говорит, третий год сидит Юрий. А его это взяли. Я долго не мог поверить, сверился и правдой. И где не посмотрю, она та же история. Все, которые вырвались дальше, спросите, кто они были. Это все коммунисты. Они только ждали момент хапок. Этот хапок разошелся в Израиль да в Америку. Офшорные предприятия знают, как открыть. Взять некого. Как раньше говорили, виноваты, то другое. Там евреев гнали. Если бы царь-то пристукнул как следует, на первой осени будете висеть, то тронет этот избранный Богом народ. Все прекратилось бы. А то вот так распустили, говорится. Иван Грозный допустил бы такого крушения в народе. Или Петр Первый. Я обращаюсь к людям, которые не моего склада ума. Но все-таки. Ну нельзя же так. Все везде разбазарили. Почему? Бога нет. Мы вернемся к тому. Имеющий совесть. А что такое совесть? У меня есть изречение, которое гуляет по Эпиру. Совесть это тот участок души, через который слышится голос Божий. А если он не слышится, бессовестный человек. Я говорю не про чужое свое, отец Тихон Дмитриевич. Ну можно какую-то льготу было дать, не все забирать. Хотя наугусака оставить нету. Овечки были. Полторы шкуры возьми. Свиню нельзя было даже опалить. Только шкуру сдай. Такого рабства, которое устроили коммунисты, мировая история не знала. И к этому людоедскому режиму снова тянуть людей. Да, вы сказали о сегодняшнем. Разрушение правильно. Но это коммунисты и делали. Которые перекрасились. Отошел. Две минуты еще. Все, в заначку положи их. Хорошо, то есть получается. Юр, Юр, Юр. Татьяна, все хорошо. Татьяна, микрофон. Слышно, да? Да, да, слышно. Есть пример своей семьи. У меня прабабушка 1914 года рождения. На момент революции ей было 2-3 годика. И, в общем-то, вся ее жизнь, скажем так, большая прабабушка. Это советская власть. Что дала советская власть? Во-первых, забрала в детдом. В первое время они просто были без... Ну, бесхозные. Семь человек детей остались без родителей. Вот. У нее отец... Мать умерла при родах. А вот отец умер в гражданскую. Я не знаю, за кого он был. Воевал ли или что. Я просто знаю, что он умер в гражданскую. И вот они, семь человек, остались без родителей. И, в общем-то, в принципе, без возможности жить дальше. Что получилось? Всех разобрали по детским домам. Это уже когда советская власть вошла в свои... Ну, в свое русло, скажем так. Все получили образование. Вот. В частности, моя бабушка, она стала качихой. Отработала на фабрике. Получила 4 жилья. Татьяна, уточни, пожалуйста, бесплатно или платно это все было? И образование, и жилье? Все бесплатно. Либо давалось от государства на первое время, на эту комнату в коммунальной квартире. А потом уже от предприятия давалось. И причем эти квартиры оставались за нашей семьей. Так они и остались. Семь человек детей. Плюс муж. Да, там тоже у нас родственники. Никого нет репрессированных. Никто не сидел в тюрьме. Ни по какой статье. Поэтому, когда мне говорят, что там 12 томов репрессированных, из семи человек детей, и там дальше у всех дети, родственники какие-то, это никого не знаю, кто бы мог сказать, что вот меня посадили, еще или посадили ни за что. Это немножко такое генерическое отступление. Теперь по поводу коммунистов и капиталистов. Как мы определяем коммуниста? Ну, по наличию партийного билета. Как определяем верующего человека? Ну, по наличию креста, наверное, на шее. Но, я думаю, со мной согласятся, что на самом деле это никакое неопределение. Крест на шее могут одеть и безбожник, и сатанист может одеть крест на шее, только, может быть, перевернуть. А то, что человек взял коммунистический партбилет, это в общем не говорит ни о чем, что он коммунист. Очень может быть, что он просто обыкновенный капиталист, и да, шел в партию, шел в власть исключительно получать какую-то личную выгоду. Вот у вас община. Коммунизм – это община. Коммуна – община. Тожественные понятия. И когда мы живем община, да, мы можем и комбайн купить, и землю засадить, и что-то сделать, сообща. Один Игнатий Тихонович, думаю, спорить со мной не будет, он бы не сделал. Еще нужно куча единомышленников рядом. Кто будет детям готовить и так далее, и так далее. Кстати, я начала смотреть вас, Игнатий Тихонович, именно тогда, когда у вас был лагерь, и начались проблемы с детским лагерем и с его закрытием. Для меня это было лично полное непонимание, что происходит. Почему государство, которое как бы православный человек стоит у власти, не поддерживает то начинание, которое, в общем-то, должно сделать людей лучше, общество лучше, жизнь лучше. Все категорически наоборот. У вас одна история коммунистического прошлого, у моей семьи другая. Совершенно иная. И ничего плохого про советскую власть, вы говорите, вот у меня дед на войне погиб. Бабушка получала по потере кормиться. Четверо детей у ней на руках осталось. Вдова. Это, получается, моя бабушка и, ну там, двоюродные бабки и так далее. Всех вырастили, все выучились так, и лесятки, ну, кто-то каждый по своему уму, скажем так. Вот. Но все-таки получается, если в коммунистическом обществе, например, грех такой, как мужеловство, запрещался законом, и за это могли посадить, то сейчас у нас якобы христианская страна, пожалуйста, направо и налево. Вроде что-то там запретили, а нигде этого ничего в итоге нет. И так по многим моментам, как говорится. Поэтому я не вижу большой разницы. Вот там то, что эти поклёпы на советскую власть, что там всех резали, убивали, я видел только рождаемость. Что, вот, пример своей семьи. Все, спасибо. Игнатий Тихонович, вам слово, пять минут. Ну, вот сейчас сказали, детский лагерь закрыли. В первую очередь, у меня его не закрывали, чтобы вы хорошо знали. Видя, что невозможно работать с детьми 45 лет за плечами, тысячи детей подняли без помощи государства. И только в 98-м году против нас пустили 15 краевых комиссий, вплоть до КГБ. И ничего не нашли. Три уголовных дела против меня возбегли. Осенью я подал в суд, все процессы выиграл. Кого мёртвым нашли, кого, говорит, изрезанным, кого выгнали с работы. И не я это делал. Это Господь развёл по порядку. И теперь, когда стали требовать, после того, как в самом озере погибли там 8 ребятишек, президент дал указание проверить лагерь. А как проверить? Закрывай. Они ни копейки не помогли. За 45 лет к тому времени. Это понятно, что мы им не нужны. Какие наши дети растут? Я рассказал, какие. Которые учатся почти все с красными дипломами. На важных программистов у нас только сколько. Притом очень знатных. И говорить о том, что вот без Бога как. Без Бога никак. Вот привезли родители, не родители, а двух сыновей. Кто такие? Оба родители сидят за убийство. Отец и мать. Я их беру. Начинаю работать. Ребёнок 11 лет наркоман. Наручники купили родители, батареи приковывают. Уезжают от меня. Дети совершенно меняются. Услышала директор Кэстернского института Лондон. Ксения Дэнн прилетела через Останкино. Профессора психологии у меня живут. Где вы этому учились? Я везде учился брал. По скалским лагерям в Америке ездил. Я говорю, ваших воспитателей даже в лагерь не запустил бы. Вот вы сказали, вот тогда-то где-то было хорошее, мы это всё видим. Я поэтому хорошее беру отовсюду. Не то, что там вот слово «коман» меня смущает. Слово «коман» — это тоже лифаша, одно и то же слово. Так что тут не в словах дело, а дело в том, что люди, не знающие Бога, они заботятся об этой жизни под себя, как только курица от себя гребёт. Я ничего им не могу дать, кроме того, что они видят. Там помощник прокурора закончил осмотр и один вопрос задал. А могу я к вам ребёнка прислать? Стопроцентная защищённость. Приезжают из другого лагеря, говорят, у нас двухэтажный. Внизу мальчики, вверху девочки. Приходим утром, все наверху ночуют. У меня, где девочки, отдельные кели построены. Пройти нельзя даже. Варим, я говорю, пальцем прикоснуться нельзя один другому. В церкви стоят по разным сторонам. И купаются, когда они уйдут, тогда другие. Мы новое поколение воспитали. Нам есть что показать. Они верующие в церковных где-то там лагерях были. Они одинаково такие. То, что у нас есть, больше нигде этого не было. Вот у меня вышло 38 томов книг. 33 называется «Открытым оком». 752 страницы. В 12 томе я беру живое интерьёре прессированных. Когда их сослали, в мороз выкинули. Ни инструмента, ничего нету. Хоронить даже не на что было. И как они вышли. И как она бежала 700 километров через 3 года. Похоронив там всех. С 3 ребятишками. Это считать нельзя. Я конкретно, я практик. С этими людьми беседовал, увидел. Ни одна власть в мире этого не делала над кормильцами земли. У нас небольшая деревня там. Ну, 169 человек было. И 7 полных семей согнали туда. Кто хорошо живёт, кулак. Как пишет Твардовский. Александр Трифанович. Зарёй с зарёй смыкал мужик. Всё разрушали. Коммунист – это уничтожающий человек. Он ничего не может сам создавать. И у нас, когда колхоз закрывали, пьяного председателя завалили и отвезли. Им это не надо ничего было. И они никогда не заботились о людях. И прям защищать я даже никогда не ожидал, что можно это защищать. Всё. Расскажите мне в теории и на практике, как можно 700 километров пробежать пешком в мороз с тремя детьми. Ну, раз вы практик, Игнатий. Я объясняю. Их сосали туда баржами, грузили. Разгружали баржами. Я фильм Зулейха видел. Не надо мне пересказывать его. И фильм про Девятаева, где его на 10 лет якобы посадили. Я тоже видел. Это всё антисоветское разобрано уже. Без вас было. Вы сейчас весь эфир нам рассказывали сказки, Игнатий. Я уж извините, без уважения к вашим сединам и бороде не буду вас по отчеству. Аркадий, вы нарушили регламент. А что вам с этого? Подойдите в суд на меня. Мы договорились, что нельзя вступать в этот момент, когда другой говорит перебивать. Вы сейчас перебили. Игнатий уже закончил. Игнатий уже закончил. Нет, нет, нет. Он начал отвечать. И вы всё равно перебили. Так я ещё не договорил. Всё, что у меня накопилось за наш эфир, я сейчас хочу сказать. Вам предупреждение. Вы на нашем канале сейчас в эфире, а не мы на вашем. Так что мы тут хозяева. И не надо нам рассказывать, какие у нас тут есть права. Давайте весы сохраним. Ага. Поровну. Так вот. Вы весь эфир, гражданин Игнатий, рассказывайте, какие православные хорошие, какие коммунисты плохие, какой в Советском Союзе был у человека ненавистнический режим. Так вот. Вы хоть раз потрудились предъявить какие-либо материальные доказательства этому. Захоронение вот этих вот миллионов погибших, гильзы от патронов, которыми их расстреливали, либо другие какие-то орудия преступления или следы этого преступления, если вы это называете преступлением, конечно, и оно было совершено. Также, откуда вы берете все эти данные про 500 миллионов, 600 миллионов русских, причем почему-то именно русских? У нас вроде как страна была многонациональная еще при царях, а уж при советской власти, когда был интернационализм, вообще как-то все были советским народом уже. Так скажите, от того, что у вас в маленьком-маленьком лагере на территории большой-большой страны несколько тысяч человек не пьет и не курит, нам в будущем станет лучше жить? Да или нет? Две минуты у вас еще, Аркадий. Да. Так я все сказал, спасибо. Игнат Ильич, ваше слово. Мы ознакомились друг с другом, это хорошо. Я могу только сказать одно, если Бога нет, то ничего впереди не светит, могила. И человеку ради чего стараться-то, когда ничего нету? Дворянин один был такой, Матавилов Николай Александрович, и он спрашивал, цель жизни какая? Я вот разговариваю с людьми, никакой цели нету. Блуд, надо нажираться, говорит, дальше что сделать? А он ответил так, стяжание Духа Святого. Как я могу говорить с вами, когда вы ни одно слово не принимаете от верующих? Что такое рождение свыше? Крещение Духом Святым, это основная движущая энергия, сила, святость, чистота. А вот такие это люди, а вот я не буду верить. Библия говорит нам, Евангелие Отеяна 3 глава 36 стих, и впереди говорит, делающий добро идет к свету, ко Христу, делающий зло и ненавидит света, и не идет к свету, и идет в ад. Мы беседуем о Христе, который даровал спасение, умер за грехи людей. И тогда он преобразует эту жизнь временную, она с полной самоотдачей идет. Я для Бога это все делаю. А у неверующих зачем это делать? Он насмехается над всем. Страну, когда стала разваливаться, ее растаскивали, это не другие какие-то буржуазные, те же коммунисты. Все подряд гребли, что только можно. И разделили Советский Союз в Америке. И вот когда Абрамович, другие, посмотрите, Березовский, я встал утром, посмотрел, 1800 машин, все мое, все, в Израиле, в Америку перегнали. Коммунисты. Почему? Бога нет. А если бы вы были, я никогда там не мог быть. Хотя мог бы быть, если бы старался, я другое избрал. А говорите, а вот тысячи где-то, еще раз говорю, это все я беру из официальной литературы, из того, что люди претерпели. Я брал интервью, по всей стране ездил. У меня такие материалы, 2500 часов, только еще не расшифровано, лежат пленки. По всей стране. Разговаривал с репрессивными. Где? Убаревич, Тухачевский. Войну начали. Дивизиями капитана руководили. Почему так бездарно воевали? Все подгреб Сталин. Все хорошее. Он наш коммунист следует. А кем он был до этого? Грабил банки. Сегодня все открыто идет. И защищать это, значит быть самим таким же. Нельзя так. Я вам рассказываю то, что лично я соприкасался. Меня избрали на Всемирный Конгресс. В Лазани было. Уже все, билет в руки. Стоп, назад. Советская власть не разрешает. А потом показывают. Советский Союз, СССР. Сидение пустое. Лапкин. Почему не пустили? Боялись, трепетали. Три слова я сказал, только решетка. Я всего ничего сказал. Ну, сказал, расшифровал, что такое СССР, там КГБ, комарилия гнусных безбожников. Все в строку пошло. Я прошел эти трубы ГУЛАГа. Я видел людей. Я разговаривал с ними. И сколько людей, которые покаялись, изменили свои показания, и Бог помиловал, вышли на свободу. А что вы будете говорить, если там не были? А я говорю о том, что видел, знаю. Хуже строя коммунистического. Мир не знал. Только при Антихристе будет. Вот когда воцарится в Иерусалиме на три с половиной года, когда уберут нас лишних с земли, тогда да. Это просто людоеды какие-то. Уничтожали самое драгоценное. Куда интеллигенция кинулась? Кому-то разрешили, а кого-то к стенке. Как пишет Столухин об этом. Что, тоже враг народа. Определяли. А Колышев продавил? А кто? Гимназист? Тоже к стенке. И не разговаривали. Сейчас все показывают. Отошел. Я добавлю, тут еще полторы минуты идет, что материалы по поводу интервью с репрессированных все есть на сайте orthodox bible. Там все эти материалы и в аудио, и начитанные. Все это есть. Более 50 книг начитаны только Игнатием Тихоновичем. И записаны. То есть можете сами почитать эти интервью тех людей, кто были раскулачены, как это все происходило. Нарративным источникам мы не будем доверять. Вот когда документально с нескольких сторон все это рассмотрено будет, с материальными подтверждениями, то, пожалуйста, можете об этом говорить как о свершившемся. А сейчас это называется «Врет как очевидец». Так, у меня очень простой. Вот вы показываете там свои, ну, выражусь, там, Библии, Талмуды, как угодно. Называть мне это по большому счету все равно. Неважно. Вечные книги. Так их назову. Да, нет проблем. Пусть там, да хоть Коран. Все равно. Без разницы. Так вот. Вы мне скажите очень простой вопрос. Я человек, вот материалист, я человек, вот, живущий сейчас. И разговариваю я с теми, скажем так, и девчонками, и пацанами, подростками. Ну, а двадцатилетние, это уже в любом случае не подросток, это взрослый человек, который уже в жизнь вышел. Так вот, я с ними разговариваю, когда, буквально вот, вчера вот тоже самое, переписывались. Вот. Разговор получается очень простой, очень жизненный. О чем речь? Куда им дальше идти? Им нет никакой основы вообще дальше, фактически, даже жить. И это создано. Получается, вот такие условия, такие мысли у них в голове благодаря современной буржуазной системе. Скажите мне, пожалуйста, вот во всех этих книгах, которые вы показываете, про которые вы говорите, где в этой книге та самая молитва, те самые слова, которые позволят снизить цены ЖКХ, которые позволят выпускать на прилавок нормальные продукты, чтобы и сделать так, чтобы цены на эти продукты не росли, как сегодня. Где эти слова, которые остановят финансовый кризис в стране? Где эти слова, которые затормозят рост цен в стране? Где эти слова, которые помогут всем этим новым молодым поколениям быть людьми, встать на ноги, получить профессию и не думать, как бы выкрутиться, как бы, так сказать, на какую сторону встать, как бы выкрутиться так, чтобы за это заплатили? Где эти слова? Эти слова, получается, только имеют философский смысл, а практического применения у них нет, если и есть они. Я знаю о том, что есть там и про бревно в глазу, и про все прочее. Все это есть. Вся это, так сказать, иносказательство. Но результат от этого какой? Вот я понимаю, что красные дипломы, да хоть тысячу, хоть десять тысяч красных дипломов, толк от этого, когда промышленности нет своей. Своей промышленности, а в связи с этим и страна не будет никогда независимой, если нет своей промышленности, что сейчас и происходит, так сказать, с той самой Россией. Это точно так же, как и во время империалистической войны. Давили, давили, давили народ, миллионы погибали в этих самых окопах. В результате додавили до того, что буржуазия решила сбросить монарха. Сбросили, отрекся царь. Свободен. Так вот сейчас, в принципе, схема получается почти такая же. Почти. Потому что людей давят, давят налогами, давят сборами, давят ценами, повышают все и вся. Образование не дают такого, которое должно быть, потому что конкуренция мешает. Ни один преподаватель, ни один учитель не заинтересован учить ученика. Готовы погладить по головке, сказать, ой, какой умный, какой хороший, чтобы его родители, так сказать, не возмущались. И выпустить, как говорится, дальше в жизнь. Почему так? Да потому что, главное, чтобы в отчетах было хорошо и замечательно. Вот это современная буржуазная система, которую создали те самые антисоветчики, которые как раз создали те самые, ну, карьеристы, которые, да, с партбилетами, часть из них была, но, правда, на сегодняшний день этих уже фактически и в живых-то нет, наверное, у власти. А может и есть, хрен их знает, но карьерист, он и есть карьерист. Он сегодня один партбилет держит, завтра другой партбилет держит. Вот вы даже не можете разобраться, кто к вам приезжает. Вы говорите, что к вам приезжают коммунисты? Да нет в Российской Федерации коммунистов. Нет коммунистической партии. Нет коммунистической партии и во всей Европе, во всем мире фактически. Потому что никто из этих движений не ставит вопрос о смене общественно-экономической системы. Какие способы, какие технологии при этом там, что там будет, нет. А вот капиталистическая партия Российской Федерации или, как один из членов КПРФ говорил, коммерческая партия Российской Федерации. Вот эти вот есть. Да. Поэтому скажите, где взять молитвы, которые помогут людям снизить цены, снизить ЖКХ? Все. Игнат Тихонович. Хорошо. У вас понятие такое, что какая-то молитва заклинательная. Таких молитв нету. Молитва дня одна и самое главное. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. И вы когда говорите, вот там-то, того-то не хватает, мы в этом государстве живем. И когда самый раздрай был, в девяносто первом году я судился с властью, они у меня изъяли самую крупную, как считают в мире, фанатеку. Я там перевозческими трудами занимался. И мой счет был к ним 11 миллиардов рублей теми деньгами. Шел суд 11 лет, и я его выиграл. Ну, Господь так сделал. И вот недвижимостью, где я нахожусь, они рассчитались. Денег не с чем было. А судебный приступ сказал, ни один бюджетник не получит ни рубля, пока слабкиным не рассчитаетесь. Я реабилитирован. И теперь вы говорите, вот такая власть была. Какая-то власть была, когда ни одного выстрела не было, и все рухнуло. И кто делал? Генеральность секретарей, Горбачев, Ельцин. Пропили, прогулили, проблудили страну, а теперь кто-то виноватый. Коммунисты дорвались до власти, побыли, там ничего не осталось, горы трупов. Мы говорим о душе, а вы о душе вообще не разговариваете. Только дай здесь нажраться досыто. Но мы живем в сельской местности, ничего нет, пустырь, воробьи и мыши. С нуля начали, первую землю откопали, положили, а наконец дома настоящие пошли. Промышленность не работает, где-то работает. Испалесе, в Беларуси 10 миллионов обошелся комбайн. Сын у него, его звать Игорь Барабаш в Терентье, закончил технический университет, 28 тысяч студентов, сейчас с отцом сотрудничает. Второй сын учится в сельскохозяйственном техникуме Иеремии. Мы никогда не слышали, чтобы родители ругали эту власть. Вы просто вызвали на это, я и говорю. С коммунистами не о чем говорить. У них нет будущего, никакого и не было никогда. Поэтому они гробили, хватали, как Ленин говорил, чем больше стремительно расстреляете, тем лучше. Если души нету, тогда вы правы, банда на банду пошла. И не надо кого-то винить. Но у нас этого не было. Мы верующие христиане. Я даже говорить не могу на эту тему, чтобы у нас кто-то верующий кого-то ударил или украл. У нас вообще этого нету. А в этой стране государственные живем своими силами все достали. Работать надо. Вот мы в поездке миссионерской были, из Барнаула проехали Владивостока и до Португалии, Скандинавии, Прибалтика. Я подарил книги свои 650 библиотек мира. Книги, которые возрождают людей. Нам обошлось это 35 миллионов рублей. При минимальной пенсии, как я молюсь, и Бог сразу дает. Это для всех людей явно. Нету ничего. Утром начинаются звонки, бывают с разных стран. Мы сделали все. У меня ничего вообще нету. Вот я встал, но сейчас отряхнулся, пошел. Это Господь делает так. Поэтому жить для Бога это сладостно. Это интересно, как об этом говорил Достоевский Федор Михайлович. Если бы Христос и истина были противоположны, лучше остался бы со Христом, чем с истиной. Мы говорим о вечности. Я умер, жизнь не проиграна, я иду к Богу. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. А неверующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Мы говорим для этого, и для этого эту жизнь украшаем трудами верующего человека. Без обмана. Ни одного обмана. Ома-то не сказал. Бог с детства мать вложила, а уже по Евангелию в 23 года уверовал. Это жизнь наполненная смыслом, глубоким смыслом. Будущее я ради этого все делаю. Благодаря Бога за все. У нас ропота нету. Какая власть, мы за них молимся. За всех правителей, упоминаемые турецкие, как и кита нету. Каждый день молимся, каждые два часа у нас идет 10-минутная молитва. Нам есть что ждать от Бога. Я для Бога это пожертвовал. А у вас разговоры-то об этом накормили, напоили бесплатно. Что толку-то бесплатно? Его заработать надо, тогда у тебя и организм по-другому работает. Я еще ни одной таблетки не съел. А почему? Бог дает здоровье. Я не знаю, где у меня сердце, как болит или не болит. А почему? Радостная жизнь. В это время я живу и радуюсь. Мне везде позволено было проповедовать. Во всех отделах милиции, в университетах, по радио. При коммунистах ничего нельзя было. Мои таланты никому не нужны. А сегодня пишут, говорит, тысячи людей встали на истинный путь благодаря моей проповеди. Мне есть, что показать Богу и людям, когда дети встали на истинный путь. Преступники, наркоманы. Я вот, когда где бывают директора, только одна просьба, они все стараются помочь. Я ни в чем не имею нужды, но не для себя. Для себя одной копейки не потратил еще в жизни. Господь милостивый. Все, отошел. Так, ну тогда я продолжу свою тему. Я понимаю, что вы там продушен, но вот, когда я разговариваю с тем же самым, так сказать, подростками, двадцатилетними, двадцать один год или двадцать два года, неважно, они считают себя отчасти еще подростками, но это взрослые люди-то. Вот в чем дело. Осознание у них благодаря школе, благодаря там техникум, благодаря институту осталось фактически детское. Получается, раз они себя подростками чувствуют. Вот как сейчас эта система, которая фактически, за которую вы молитесь, получается, как она людей воспитывает и готовит к жизни, они не разбираются в жизни. Они показывают, оказываются в таком болоте, из которого они самостоятельно выбраться не могут. И никакие молитвы, получается, не помогают. И не могут помочь. Поэтому я и задаю постоянно, уже, наверное, третий раз задаю вопрос. Какая молитва поможет снизить цены в магазине? Какая молитва поможет снизить ЖКХ? Какая молитва поможет снизить те же самые налоги, сборы? Уважаемые граждане, поймите, что как бы вы ни молились, от этого вы не уйдете. И вас дожмут. И вас будут доить в этой системе, потому что это называется такая вот общественно-экономическая система. Она построена на том, чтобы из любой организации, с любого движения, с любых людей высасывать налоги. Их больше ничего не интересует. Что вы делаете, как вы делаете? Налоги их интересуют, только деньги, больше ничего. А вы за нее молитесь. То есть вы ее, получается, поощряете. А теперь к вам другой вопрос. Хорошо, вы работаете в сельском хозяйстве. Скажите, кто из ваших людей, так сказать, обученных, работает действительно на независимом предприятии? Вот за последние все эти 30 с лишним лет, 35 лет, можно сказать, потому что капитализм пошел, вступил на территорию Российской, России или Российской Федерации, теперь, где-то как раз благодаря Горбачеву, 35 лет назад, потому что в 86-м году, насколько я помню, он написал указ-приказ о появлении, как их там, предпринимателей каких-то хреновых. Вот. Так вот это все дело как раз и началось. То есть под вывеской кооперативов появились эти фирмочки, появились те люди, которые начали денежки делать. На чем? Да на том, что в магазине исчезло как вот там, ну то же самое мыло, а через день появились мыльные шарики, если мыло продавалось по 14 копеек, то мыльный шарик по рублю. Вот вся картина как получилась. Вот оно что. Заработало, что называется. Вот за это, получается, вы и молитесь. Вот в чем дело-то. Так получается вопрос другой еще. Вот те предприятия, промышленность, которые при советской власти были созданы, они были независимы, они были самостоятельны, но при той системе отношений, при плановой экономике это могло работать. А при этой начали все уничтожать и разбазаривать все 90-е годы и сегодня еще разбазаривают. Встает вопрос, вы можете пахать землю, вы можете дальше работать. Нет вопросов. Хорошо, замечательно. Но в крайней ситуации, когда происходит обострение, политическое обострение, что вы сделаете? Вы что, будете с мотыгами против летающих томогавков, что ли, бегать? Или в 16 будете сбивать, я не знаю, там, из рогаток, из луков, из копий? Нет. Для того, чтобы защищаться, нужна своя, еще раз подчеркиваю, своя, независимая промышленность. Нужны свои предприятия, свои заводы. И чтобы они делались не на деньги иностранных, чтобы оборудование там было не иностранное, а свое. То есть, значит, нужно точно так же, как в 30-е годы, создавать средства производства свои, чтобы своя промышленность была полностью независима. Благодаря этому советская власть и оказалась сильнее. Благодаря этому советская власть победила всю фашистскую Европу. А сколько там государств было? 14, которые пришли на территорию грубо выражаясь, в гости на территорию Советского Союза. Вот в чем дело. В этом сила как раз была. А молиться, не молиться, хорошо, замечательно. Хотите вы молиться? Да молитесь. Как я от своих дедов и от своих родителей знаю. Хотели бабки ходить в церковь? Ходили, молились в храм. Ради Бога. Но, если у попа нашли документы, по которым он антисоветской деятельностью занимался, значит, его взяли. Если у попа нашли сбережения, когда колокол, так сказать, с макушки сбрасывали и подоконник задели, из-под подоконника деньги посыпались. Вот это вот я знаю тоже от своих родителей. Вот это вот я тоже знаю. Когда при... как же от деда до меня, по крайней мере, информация дошла такая. Он... Ну, хорошо, потом добавлю. Все, время, понял. Вот вы сказали, деньги, деньги, надо к деньги. А вот у нас в церкви с тарелкой не ходят, ни за крещение, ни за что деньги не берутся. Собираются, если надо, воск. Сделали, свечи отлили. Потому у нас ни на каком месте это не стоит. И свечи только восковые. А церкви обман идет. За крещение, за все деньги берут. Вы правы здесь. Ну, дальше-то вы не идете. Ну, увидел, ткнул. А вы ничего не сделали. А мы отдельно создали на пустыре. И показали, можно жить без ропота. Вы несколько раз сказали, а вы молитесь за власть. В вашем представлении молятся, это значит одобряют. Никак нет. Мы молимся о том, чтобы прекратилось это безумие. Чтобы вразумились оправители. Ибо написано, с начальствующих на суде Божьем будет строгое взыскание. Бог сурово накажет их. И мы об этом говорим. Вы говорите, а вот я спрашиваю, какая молитва? Еще который раз поясняю. Таких молитв нету. А мы молимся о том, что нужно. Не в молитве дело, которое без смысла, а конкретно. Мы молимся, чтобы утихла всякая смута. Настоящая смута идет в стране. Господи, усмири людей. Научи нас быть благосестивыми и довольными. А это, что говорите, там все время заводы, заводы. Заводы были. Потеряли. Если тогда коммунисты пришли к власти, теперь вам никогда не прийти. Мировая история сделала поворот. Я сейчас говорю, вы знаете, что дальше будет? Люди не знают. Я знаю по Библии. А что будет дальше? Исчезает денежная система. Это первое. На карточке. Как в Китае. Неугоден. Черный список. Нажали. Все. Пустое. Дальше исчезают границы. Забудьте про Советский Союз. Он как от сатаны это государство под престол Антихриста готовит. Сразу же, как только вступили коммунисты во власть, все потеряли свободу. Они о свободе понятия не имеют, а только свое рабство, угодничество, вышестоящему. И теперь что получается? Если мы желаем знать, государства исчезли. Я говорю, ну, государство одного в своем мире будет. Библия говорит об этом. И будет одна столица мира. Какая? Все. Москва. Я говорю, Москва будет сожжена в один час. Апокалипсис 17-18 главы. Государство будет в Иерусалим. И над всем миром будет царствовать один еврей. А еврейский народ сбивается на 20 секторов. Так назовем. Племя Дана 2000 лет назад предсказано было. И будет он царствовать? Его еще нет. Он рядом. 42 месяца. 3,5 года. Что в это время будет? Вот эти летающие тарелки, все эти, которые придут, люди увидят, это демоны все показывали. Они будут руководить людьми. И мы знаем это. И что делать? Мы молимся, чтобы Господь вразумил эти власти. Обратил их к себе. Дал духовное рождение. А у вас понятие все одно тоже. Мы молимся, а что делать должны мы? Я вот книги развозил по библиотекам. Один мужик говорит, что вы книги возите? Вы автоматы везите нам. Вот это вам по сердцу будет. Ну, где этот Навальный? Я еще хочу сказать попутно вам. Те, которые на Путина нападали, ни одного нет. И где Немцов? Где Петровка, Константин, генерал? Против, начал говорить, сразу исчез. Даже Новодворская, и та от Бородавки от какой-то умерла. Почему? А Илюхин, и не ваш же это, разве представитель, стал готовить на Путина материалы, судить его. Внезапно умер. А где Рохлин? Вы по порядку рассмотрите, и вы поймете, что-то не то делается. Вот говорят, столько абортов. У нас в государстве есть один глава администрации, который аборты запретил, подвел под статью. Никто не может назвать. А я называю Рамзан Ахматович Кадыров. И через него никто не перешагнет. Закрыл ущелье, ни одного взрыва нету. Мы это все видим, и молимся за всех. Мы об этой встрече молились за вас, за всех. Чтобы вам глаза Господь открыл, что есть другой мир, а не в этом хвататься только, где жирняя свинья и целовать ее. Господи, помоги нам, открой эту истину. Вот что должны сказать. Вы умрете, где будет душа? Выбор один, в раю или в аду гореть с дьяволом? Другого выхода нету. Ну, оторвитесь от этих предприятий, заводов. Были заводы, ни выходных, ничего не найдешь. Мне была льгота, я иду на пропалую. Мне завтра идти в храм, и они ничего не могли сделать. А другие сунулись, родно, вы не молитесь, сидите здесь. Я в воскресенье пытались сделать рабочим днем. Я беру, что вижу на глазах. Я вот проехал в Америке, везде мне страшно не понравилось. Я прошел все государства в Европу. Мне нигде не понравилось, как у нас. Везде все зарешечено, ни грибы собрать, ничего. У нас можно, ну, метров пятьдесят, там, мусором завалено каждый лес, но дальше-то можно и грибы собирать. Вот эта свобода наша российская, безрабельность, она мне нравится. Никто меня не заставляет с крыши траву рвать. Отошел. Ну, хорошо. В том-то и дело. Прошу прощения. Странно, что вы православные вспомнили, так сказать, Рамзана Ахматовича Кадырова, который иноверец для вас. Конечно, вы все люди книги, причем одно, видимо. Ахматович, зря туда, зря туда пошел. Ну, как зря туда, это же все авраамические религии, насколько я помню, что мусульманство, что православие, что иудаизм, это все от одного источника пошло, чуть ли не от междуречи между Тибром и Ефратом, если мне память не изменяет. А так, ну, Аллах Владимирович очень много денег Чечне дает, так что неудивительно, что там его все слушаются. Аборты запретить тоже невеликая беда. Во-первых, как говорится, захотят, они аборты сделают нелегально, только с большим вредом для здоровья. Уж пусть не можешь победить возглавь, а лучше сделать такие условия, чтобы не требовалось сделать аборт, потому что у тебя есть на что этого ребенка воспитать, чем его накормить, и где ему потом еще пригодится в жизни, а не так, что ой, мы молимся, дал Бог зайку, даст и лужайку. Ну да, сейчас прям разбежался. И вообще, у меня вот такой интимный вопрос ко всем верующим. Почему вы считаете, что внемирное, всемогущее, трансцендентное существо, ну, которым должен по идее быть Бог, будет обращать на вас таких мелких, ничтожных, ну, всех людей по сравнению с внемирным, трансцендентным, всемогущим существом, бессмертным еще, внимание, почему мы должны быть достойны внимания этого существа, чтобы какие-то там наши молитвы ему на него влияли, и он нам помогал. Почему вы так считаете? Я не понимаю. Почему вы дьявола представляете тоже с человеческими чертами? Понятно, что рисуете вы его со зверинами, но ведут-то они себя психологически, все эти персонажи, религии, как люди, причем с какими-то психологическими расстройствами. Вот такой вопрос. Объясните, почему они так похожи на людей все? Сколько времени есть еще? Две с половиной минуты еще есть, вы можете говорить. Значит, вот смотрите, предприятие, я еще раз повторюсь, предприятие необходимы стране для того, чтобы выжить, чтобы быть независимой. Если не будет независимости, секир башка и вашему приходу, и вашим кельям, и всему прочему, в том числе и нам, потому что мы находимся в таком раздрае, что ничего хорошего, перспективы действительно у страны нет. В этом отношении мы можем, так сказать, занять одну позицию. Но вот минус один. Нас вообще не интересуют имена, потому что мы видим, что вопрос не в именах, не в фамилиях, а вопрос в системе. Именно эта система позволяет все угробить, доводит фактически, вот я нисколько не преувеличиваю, с кем приходит сталкиваться. Ну, я не скажу, что я исповедник, нет, но девчонки-то звонят, девчонки-то пишут, ребят пишут, у них проблемы. Вы не хотите слышать этого слова, но проблема-то есть, у них проблемы с родителями, у них проблемы личные, у них проблемы на учебе, на работе, никуда от этого не спрячешься. Как им помочь? А им помощь только одна может быть. Смена системы, потому что та система, за которую так или иначе вы молитесь, она позволяет их дальше гнобить, их дальше не учить, и дальше из них делать тех самых рабов, про кого вы рассказывали. Только вы рассказывали под вывеской, что это рабы при советской власти были, а фактически это рабы, которые сейчас при буржуазной власти, потому что они рабы денег. Их делают уже сколько? 35 лет делают рабами денег. Хотите вы это видеть, не хотите, это абсолютно ничего не значит. Они рабы денег, потому что система основана именно на деньгах. Вот в чем дело. Вот такая картинка. Так, я Аркадию отвечу. Так, Вячеслав, скажи. Игнать Тихонич, да, можете отвечать. Аркадий, я отвечаю. Какое дело Богу? Которому мы молимся до нас, грешных. Библия, вот в этих корочках, это 77 книг. Посмотрите, вот, 77 книг. 50 Ветхий Завет, Новый Завет, самая главная книга, он показывает, Вячеслав Сергеевич показывает. Библия, главная книга мира, которая говорит о прошедшем, настоящем и будущем. Я сказал вам, а вы ни слова не говорите. Дальше-то что будет? Один правитель в мире воссядет в Иерусалиме, выдавать себя за Бога будет и примут его как Бога. Если вы Бога не верите, вас убедят в одну минуту. Он такие чудеса сотворит. Скажет, что делались, такие правители нужны, нет. Он любящий народ будет, без народа за ним пойдет. Три слова Владимира Сергеевича Соловьева об этом написаны. И вот теперь в Библии главная книга считается Евангелие от Иоанна. Книга разбита на главы, третья глава, 16 стих. Он звучит так. Я могу прочитать на разных языках его. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного Иисуса Христа, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Он умер за мои грехи. В этом весь смысл жизни. И поэтому все остальное, что вы говорите, предприятие правильно все. Плохо нету, ничего нету. Но было в Российской Федерации сегодня на среднем на семью 1,7 ребенка. 1,7 запомните. А у мусульман, которые здесь же живут, 8,1 еще непонятно-то. 8,1 А почему? Бога нет. А раз Бога нет, Надежда Константина Крупская говорила, что религию узда для масс. 17% разводов национальная трагедия. А сегодня в Российской Федерации в первые 4 года после свадьбы 84,6 процента разводов. Все разнесено в дребезги. 120 миллионов абортов за перестройки. Вы даже это слово никак отбросили и все. А почему? Потому что не верите, что за все отмечать. Не многочестенности народа, а один исполняющий волю Божию дороже, чем 10 тысяч нарушающих. Так говорит Святая Библия. Если вы выбрасываете душу, вообще ее нету, вообще разговор тогда теряет весь смысл. Ну, хорошо будете жить. Ну, насколько вы питаетесь? Я вот кончила перестройка, за 30 лет я еще в магазин ни разу не заходил, вот нынче только зашел, ведра купил. Я ничем не нуждаюсь. У нас все выращивается свое. Я все время, говорите, а не проблема. Да не в этом дело, а не Бога не знает. Такая же молодежь, вот у меня племянница только что вышла замуж. У сестры семеро ребятишек. Все работают. И у нас вопросов вообще нету, где. Наших людей на разрыв берут, знают безобманное, хоть где можно оставить их. Они работают. И все сытые, обутые, и платят десятины еще на дело Божие. Да, говорит, ты фанатик. Я фанатик. Да, экстремист, я экстремист. Но я знаю значение этих слов. Фанатик, готовый умереть за идею свою. Экстремист все до совершенства доводящий. И мне Господь позволил, в первый же год я моряк на Балтике, услышал о десятине, десятую часть, сто рублей заработал, десятку отдай на дело Божие. Я сказал себе, я отдаю девять. И пятьдесят восемь лет так прожил, зарабатывая что? Девять десятых. С тысячи девятьсот рублей отдавал на дело Божие. И ни разу голодным не лег. Поэтому работал на двух-трех работах на стройке. Выработка всегда была 280-300 процентов вот этими руками. И никогда не роптал, потому что у меня все есть. Но главное неповрежденная совесть. Я со Христом ложусь или встаю. Мне приходилось разнимать дерущихся на ножах. Я дурно поступал. Меня могли зарезать. А потом приходят, каются, и жены благодарят. Я много занимался спортом. Это Бог так делает. И поэтому у меня цель. Христос. Я со Христом живу. Иисус умер за меня. Это мой лучший друг. Слово Христово переворачивает весь мир. Ни одна религия близко не подошла к этому. Он взял мои грехи и скупил, омыл крови своей. И я служу ему. Аллилуйя, аминь. Можно? Да. Хорошо. Значит, во-первых, опять вернусь к книгам. Все же таки, книги писали люди. Это первое. Сами собой они из воздуха никак не могли появиться. Второе, сюда же, книги перепечатывали и напечатаны опять же людьми, причем на оборудовании, в типографиях, на станках. Станки эти создавали опять же люди, то есть промышленность. Так вот, эта вся цепочка, никуда вы от нее не спрячетесь и не денетесь. Точно так же, опять же напомню, против летающих томогавков, против летающих там F-16, в любом случае никакие мотыги, никакие луки со стрелами не помогут. И, так сказать, молись, не молись, если будет такое дело, как война, то вы не спрячетесь от этого. Что будут ваши, так сказать, люди делать? Будут только молиться или будут, так сказать, брать в руки автомат Калашникова и идти на передовую? Я не знаю, но от материализма никуда не спрячешься. Да, я материалист. Да, именно с этой позиции я на все смотрю. Именно с этой позиции я воспринимаю политэкономию и политику сегодняшнюю, современную. Я тоже с этой позиции рассматриваю. И ребята, которые вместе у нас, мои, так сказать, товарищи, они точно так же на это смотрят. У нас незначительные, абсолютно незначительные. Ну ладно. Дальше. Я обратил внимание вот на что. Вы перед этим показывали и Коран, и Библию, и Талмуд, наверное, показали бы. Ну, много чего могли бы показать. Вот. Но я вспомню такую вещь, когда был такой у меня момент в моей личной, так сказать, истории, когда ко мне подходили те же самые католики или там какие-то сектанты, которые с Америки были, по улицам тогда много в 90-х ходили, начинали говорить, что там Библия одна. Я ему отвечал, Библия-то одна. Вот ты хорошо по-русски говоришь. Ты русский? Нет, я с Украины. Я говорю, а родители у тебя что, кто там деды были православные? Я говорю, а сам-то ты какой, получается, секты относишься? Раз, замыкается. Я говорю, так вот, Библия-то одна. Я говорю, но все эти религии трактуют ее по-разному. Это вот первый аргумент. Второй аргумент. Значит, теперь, то, что вы показывали разные все эти Талмуды, смысл вот в чем. Я сейчас услышал не то, что вы говорите про одно и то же, вы фактически сказали, вы фактически столкнули между собой, вот есть мусульмане, а вот есть православные. Извините, православные не отличаются многодетством сегодня по причине как раз данной общественно-экономической системы, потому что она это не поощряет, потому что невыгодно, чтобы были умные и грамотные люди. Невыгодно. Коммерция, рынок, конкуренция ведет к тому, что для людей нет завтрашнего дня, и поэтому вот так вот у нас идет развитие. Да, там, ну я не знаю, религиозники или еще там кто-то, им объясняют по-другому, но смысл-то один, вы посмотрите, вы посмотрите, какой страх у молодых, так сказать, и ребят, и девчонок, какой страх у них перед созданием своей семьи, вы просто это не представляете. Вы, похоже, совершенно от мира отбились и в люди не ходите. Вот. Еще интересную вещь вы сейчас сказали, очень интересную вещь. Вначале вы говорили о том, что денег вроде как бы никаких не собираете, а тут же говорите про десятину. Интересная подробность. Так вот, ситуация очень простая. Система. И в этой системе хоть ты тысячу раз повторяй, халва-халва, как в той самой поговорке восточной, да, а во рту слаще не станет. Поэтому можно молить сколько угодно, но от этого жизнь, сегодняшняя жизнь и появление завтрашнего поколения и послезавтрашнего не будет. Вот в чем дело. Поэтому и страна идет под откос. Хотя рисую эту картинку очень красивую. Сколько еще времени осталось? 30 секунд. Хорошо. То есть, в принципе, я могу сделать вывод. Мы можем найти общий язык, мы можем согласиться, что да, там плохо, покивать головой друг другу, но дело в том, что вы ничего не предлагаете, как изменить мы говорим одну очень простую вещь о том, что надо понимать о том, что нужно, должна быть смена системы, система отношений, система политическая, система экономическая в первую очередь. Все это взаимосвязано. Тогда и про душу, про души можно говорить. Вот с живыми людьми, с ихней душой приходится сталкиваться, поверьте на слово. Все. Игнатий Тихонович, вам слово. Смотрите, вы говорите, вот я сказал десяти, так я плачу ее, а не беру. Я из 100 рублей 90 отдавал 58 лет нуждающимся. Вы не поняли, что я сказал. Я не беру нигде ни копейки, у меня нет ничего. Вы как раз натолкнулись на коммуниста по-настоящему, как бы надо жить. А я христианин. У нас в Библии 77 книг. Послание Якова 2,18 говорится. Покажи веру твою без дел твоих, а я покажу веру мою из дел моих. Конкретно, что мы делаем? А вот не знают, куда деть себя. Почему наши знают? Выходят замуж, рождают детей, работают. У нас вообще не существует кризис. Батюшка у нас вышел, говорит, курицы несут, молоко корову дает. Какой кризис? Это все искусственно придумано. И поэтому к нам вот это, что снаружи делается, оно отголосками доходит. Дороже стало за доски платить. А второе все своими руками делаем. Все. Вот дороги делать. Мы рубля не получили от государства. И сами делаем дорогу. Ну, немножко там участок такой. 235 рублей пришлось отдать. Тысяч. 235 тысяч. Я их должен заработать. Я сказал, да, сказал, но вы не поняли, я поясняю. Я отдаю, а не беру. Нигде. И что мне даже в Америке ездил, помогли. Ни одного центра не попало ко мне. Я образовал 13 библиотек. Рабицы купил инструмента, полный КАМАЗ и привез деревню. Люди приезжают. С нуля начинают. Ничего не было. А сейчас и комбайн есть, и трактора, и машины, и самосвалы. И все законным путем. Платят все налоги. И приезжает начальство, претензий к нам никаких нет. Вот вы сидите. Коммунисты, забудьте про это слово коммунизм. За вами горы трупов, за коммунистами. Судить надо было нервинским процессом. Сколько они наделали дел. И вот теперь, чтобы нам благополучно закончить разговор, я вам даю свои данные, позывные. Вы найдите скайп, вот как, Игнатия Лапкина, на меня выйдет, я скину все материалы. А нас сняли государственные фильмы. Занял первое место на международном киноконкурсе. Второй фильм о моей биографии занял первое место в России, документальный. Там ни одного слова нет неправильно, прям с натуры снималось. А почему? Мы живем для Бога. А как Бог увидеть? В ближнем. А кто в ближнем? Кто с тобой рядом? Вот вы сейчас самый ближний для меня. Я пытаюсь достучаться ваше сердце. Вы будете, когда умирать, вам это ничего не надо. Вы прочитайте крейсеру Санату Льва Толстого, если не считали. Что говорить? Расположение площади. Вы говорите, не хотят плодиться. Я не баптист. Но к нам приезжают баптисты. И они говорят, у них только две семьи, по 18 детей. Несколько, по 15 детей. Менделеев был в семье 18-м ребенком. Отец у нас инвалид войны. И 12 детей родилось, 10 живых. Мы никогда об этом не слышали, чтобы рассуждали. Планирование семьи, то есть, сколько их убить надо. А это все вы посеяли коммунисты. Это ваша зараза растет, сорняки в мозгах людей. Проблемы, проблемы. Истреби слово. Она говорит, ты скажи, Бога не знаешь. Читай Евангелие, и ты узнаешь, что такое. Бог покажет тебе истинный путь, как вести себя. Она разведенка будет. Будет делать аборт, ее пьяный муж будет бить, она беспокоится. А вы ей ничего не можете дать, как поустовские. Руками развели, и все. А ко мне обращаются не два, не три сотни людей. И начинают новую жизнь жить. Потому что в местной тюрьме только 3700 сидельцев. Я с ними работал 18 лет, и они выйдя из тюрьмы меня ищут отблагодарить. Я выступаю, иду, ходатайствую за них, и они становятся наги. Вас они слушать даже не будут. Мне двери абсолютно везде открыты. Потому что я верующий во Христа. Поэтому передо мной открыто и земля, и небо. Отошел. Еще минута, Игнатий Тихонович. Еще у вас есть минута. А вы расскажите про войну, про отношения наши к войне. Спрашиваю. Я скажу, война. Мы альтернативную службу признаем. Наши идут, заранее сообщают, записывают их согласно такого-то правила и прочее. А наши люди оружие не берут. Не берут. А их направляют работать где-то с больными, в два раза дольше срок может сделать. Нас это не касается. Не касается. Мы люди мирные. И мы благодарим Бога за это, что он нам открыл. Врагов вообще нету. И вы мне ни враг никак. И ни Аркадий, никто. Мы просто молимся. Господи, ты знаешь, что человеку нужно? Открой ему эту истину, чтобы свет воссиял перед ним. Если человек Бога не знает, напрасно он родился. Он пожалеет, зачем родился. Отошел. Ну, буквально последняя фраза, извините, как раз и говорит о том, что фактически вы предлагаете, что мы будем продолжать свое дело. Нет вопросов. Делайте. Нет вопросов. Но на защиту, так сказать, Родины, России, Российской Федерации мы не встанем. Оружие мы в руки не возьмем. Вы понимаете, что вы сказали? Вы понимаете? Фактически, кто будет защищать-то? Когда девчонки рожать не хотят, пацаны детей тоже семью не хотят иметь. кто встанет на защиту страны? Моя Родина Советский Союз, моей Родины нет. Мне фактически, хоть юридически, хоть как, у меня и паспорт Советского Союза есть, я понимаю, что у меня и паспорт Российской Федерации есть. Паспорта родителей Советского Союза я тоже сохранил. То есть, там было ясно понятно. Да, нас предали. Нас предали, откровенно выражаясь, сверху. Со всеми эти Горбачевыми, еще раз, Якулем, Собчаками, со всякими прочими Ельцинами. Да, они предали, да, это карьеристы были. Нет вопросов. Мы это прекрасно понимаем. И ребят молодые, те, кто товарищи, они тоже это понимают. Но они понимают еще. Как-то не крутись, как-то не вертись, а территорию, которая на сегодня называется Россия, Российская Федерация. Вот для меня, например, Украина часть моей родины. Белоруссия часть моей родины. Казахстан часть моей родины. Закавказье это часть моей родины, потому что моя родина Советский Союз. И в паспорте у меня было написано гражданин Советского Союза. Так вот, это все в любом случае, получается, надо защищать. Иначе в определенный такой хороший момент придут к вам же уже скиты ваши и скажут, а ну проваливайте, вы здесь, мы всю эту территорию уже купили, или захватили, или там еще как-то. Подъедут Абрамсами этими, сравняют все ваши кельи. Будет очень весело и здорово, конечно. Не за вас, а за всю страну. Так вот, защищать-то нужно. Кто будет защищать? Я, что ли, один? Или, так сказать, мы, что ли, с товарищами пойдем? Ага, прям побежим мы. За вас. Ложиться под танки. Не, ребята, так не получится. Вам тоже придется брать в руки и оружие, все что угодно, потому что, мотыгами, вы не защититесь. И никто не будет с вами считаться, сколько вы там молитв прочитали. Никого это не интересует. Поэтому, я материалист, поэтому я и долблю один и тот же вопрос постоянно. любому, кто, так сказать, с религией связан. Скажите, каким образом вы можете изменить ситуацию для живых людей? Каким образом вы можете сейчас научить людей, потому что система не позволяет научить людей? То, что вы за нее молитесь, да молитесь хоть сколько, хоть халва-халва повторяйте тысячу раз, все равно от этого ничего не изменится. Система формирует человека. И система формирует сейчас продажного человека, как раз того, кого вы обрисовывали. Потому что продажные карьеристы. Вот сейчас как раз она и создает таких людей, чтобы не было никакой опоры у общества, не было доверия друг другу. Вот что сейчас создается, вот что сейчас идет. И от этого никакие молитвы не защитят. Вот в чем беда. А как изменить это общество? А только получается один путь. Политэкономический. другого, вот считай, за эти 35 лет эксперимента над Российской Федерацией, над людьми, вернее, которые живут в России, не вижу. Я вот работал в заводе в 90-е годы. Так я видел каждую неделю, перед проходной там стенды стояли, объявления висели, некрологи вывешивали. Так в неделю вывешивали три-четыре некролога. Пять рабочих дней, три-четыре некролога. Из этих трех-четырех, ну, большинство всегда, три некролога мужика или два некролога, это мужики помирали в 90-е года, благодаря той системе. Так вот, где эти миллионы погибших-то, вот где миллионы этих вымерших людей. А все эти, так сказать, там в истории, то, что вы мне рассказываете, извините, у меня нет доступа в архивы, чтобы все это дело поднимать. А вот был такой Земсков, писатель, который участвовал в комиссии. Начинаешь сворачиваться, у нас еще три вопроса. Вот, который участвовал в комиссии Собчака Якулева. Вот он как раз материалы это и поднял, все, что касается сколько миллионов погибло, сколько миллионов, или там даже миллионы нет, там 700 или 800 тысяч расстреляны, задело все это было. Все. Уступай микрофон. Игнать Тихонович, вам сейчас две минуты, а потом переходим к вопросам из чата. Хорошо. Вот вы сказали, надо защищаться. В Афганистан зачем залезли? Два мазематика гуляли вечером и решили. 1400 гробов, около 70 тысяч и никому не нужны. Еще лежат в Чечне, которые четыре вагона, говорит, нагруженные трупы и не могут определить. Нет денег определить, чьи сыновья лежат. Давайте воевать, яхту Абрамова еще защищать. Что вы делаете? Кого защищать? Бандитов, которые государство разворовали. И вы даже при этом не можете понять, а мое государство, ну, говорит, мое государство еще в Финляндии, Польше была под Россией. Нет этого государства. Успокойтесь. В ностальгии просто давитесь. Нет этого государства. Осталось огромное скопище людей, которые не знают ничего, до чего живут. И поэтому стоит задача всемирной закулисной армии утилизовать 7,5 миллиардов земли. Маргарет Тэтчер открыто об этом говорил, а вы все еще руками мажете, размазываете. Совсем веры-то нету. Молитесь, чтобы Бог дал добрый разум мыслить, как Бог сказал. Коста-Рика отказались от армии. Вокруг государство воюет, их никто не трогает. Швейцарию посреди Европы никто не тронул. И Гитлер с той стороны советский все обходят, нельзя подойти. А армии вообще никакой нету. Несколько полицейских. Вы гляньте на мир. Если бы за себя заступался, я в живой не был. А когда начинают избивать, убивали в лагере, мне сразу, а мне сам со МГБ по московской КГБ сразу, у меня знак стоит, меня не трогать. А я ничего не трогаю. Иди, смотри журналы там. Только разговаривал, человека уже убили. Я своими глазами это все видел. А вы, говорите, картинки рисуете. Отошел. Так, коротко. Вопросы из чата. Сейчас минуту, Аркадий. Я коротко отпарирую, и все. Значит, ситуация очень простая. Вы говорите, что, где, чего. Ну, во-первых, Афганистан на 10 лет отодвинул всю эту хрену перестройку, извиняюсь за грубое слово. Вот, дальше. Но как только началась вся эта возня, то есть пошел откровенный капитализм, что у нас получилось? 1992 год, и перед ним, вернее, Приднестровье сначала, война. 92 год, что получилось? Абхазия, Южная Осетия, война. Потом, Северный Кавказ, война. Потом, 2008 год, война. Потом, 2014 год, война. И я при этом не упоминаю Среднюю Азию, где кровавые бойни тоже, так сказать, были в 90-е года. В принципе, это вот непосредственно про эти тезисы, которые сейчас прозвучали. Все. Теперь я, в принципе, на вопрос тоже готов отвечать. Так, давайте, первый вопрос. Это что же нужно было такого натворить, чтобы во второй половине века из тюрем не вылазить. Неужели за то, что Богу молились? Видимо, это Игнатию вопрос такой. Так, мое дело-то открыто. Приговор, напечатанный в книге, можно взять. Так, ничего нету. Божественное. Это проповеди Ярла Николаевича Пести, всемирно известный проповедник, а у меня 136-ое звучание. Рогозин, Павел Иосифович, существует ли загробная жизнь? А почему? Это ложное все. Бога нет. Судили-то с этой позиции. Гоняния у нас нет, а я сижу. Им показывают материалы какие. Поэтому я реабилитирован. Еще власть-то была в 87-м году. Можно вкратце? Пожалуйста. Мы поняли ответ на первый вопрос. Так, опять же вам вопрос. Игнатий, Гитлер был верующим человеком? И Ленин был верующим. По закону Божьего была пятерка. А Шекель-Грубер пел в церковном хоре. И оба стали сынами дьявола, потому что Бога потеряли. А может сказать, даже не имели. Но, насколько я знаю, у Владимира Ильича как раз не было религиозного понимания этого мира. Он знал закон Божий и как действует религия, но никогда не исповедовал никакую религию, а был именно атеистом. А вот Адольф Гитлер, он же Шекель-Грубер, он да, он был верующим, и у них на пряжках было год Мит-Унс, то есть с нами Бог. И как вы говорите с вами Бог, ну, перейдем к третьему вопросу. Когда в вашу общину придут убийцы, вы отказываетесь им сопротивляться, вы откажетесь им сопротивляться или как? Ну, сначала сказали год Мит-Унс. Я спрашиваю в Германии, когда проехали, что означает? Это Гитлер-Бог. Вот какого Бога они знали. Из-за этого все они прогорели. А теперь к нам нападут какие-то разбойники. У нас написано на территории деревни курить запрещается. И за 30 лет ни одной папиросой не загорелось. Вот и все. А приезжали воры, мы их поймали, побеседовали, помолились вместе и больше они ни разу не приезжали. Вес ответ. Да, потому что воров на доклад к Богу первыми. Так, вопрос, как объяснить Игнать, как вы, Игнать, объясните, что среди священников очень много педофилов и гоносексуалистов? Не знаю я много или мало, но я знаю только то, что если человек этим занимается, сам снимается навсегда. Если не снимает, значит, гнилье застило гноем глаза тех, которые выше их. хорошо, у нас вопросы в чате на данный момент кончились и уже пора, я думаю, заканчивать эфир. У всех дела у вас свои, у нас свои, поэтому по последнему слову давайте по кругу все присутствующие. Ну, что же, начну. В принципе, я коротко. Не буду ни пять минут, ни две минуты. Значит, одна из главных задач, экономическая задача, страна должна быть независимой. Для того, чтобы страна была независима, нужна своя промышленность по всем отраслям, чтобы были свои мозги, чтобы были свои специалисты. Все это позволит сделать своя экономическая система, которая работает на страну и не на деньги, а на производство, на развитие, на людей. В этом и отличие. В одном случае люди работают для людей, а в другом, как сегодня, при буржуазном обществе, при капитализме, работают для денег. Вот в этом разница. Именно здесь политические основы и отличия. В принципе, все. Когда спросили апостола Петра, Деяния апостола, 2 глава 38 стих, что нам делать, мужи, братья? Он говорит, покайтесь, запятая, и докреститься каждый из вас своими Иисусом Христа для прощения грехов и третьей, и получите дар Святого Духа. У нас вот какая задача. И когда 22.16 Деяния апостола, пришел Анания к Савлу, бывшему гонителю христиан, Бог его обратил, и говорит, что ты мерзишь, встань, крестись, и омой грехи твои. Вот задача главная. И вы, когда умирать будете, вам это ничего не надо будет. Вы будете думать, почему я не поверил, что когда с нами разговаривали. Я вам говорю, покайтесь и веруйте в Евангелие, и все вопросы решены будут. Тебе небо откроется. Вячеслав, вы что-нибудь скажете на прощание с зрителем? Аркадий или Татьяна? Ну, по очереди давайте. По очереди. Татьяна, давай. Аркадий или Татьяна? Интересная была беседа, как мне кажется. Многое про друг друга узнали, многие точки как-то расставили. Но, по-моему, на вопрос, надо ли что-то менять, и если надо, то как, в принципе, к какому-то знаменателю не пришли. Наверное, еще больше вопросов получили. отделяются христиане от общества, живут ли некой своей жизнью, или же все-таки будут участвовать и участвуют в общей жизни государства, да, там, или страны, то или иной, неважно. Но, на самом деле, мне, честно, очень понравилась беседа, каждая оставалась, наверное, на своем. но я надеюсь, что мы услышали друг друга, услышали то, что у нас общество нездорово, услышали то, что государство, власть не хочет решать и, наверное, не будет решать вопросы сегодняшней власти. Не говорю про прошлое, ничего, не интересно. И найдем ли мы те точки соприкосновения и будем ли мы решать те проблемы, которые у нас, в общем-то, общее решение. Вот это вопрос большой. Наверное, он останется открытым и оставим их, то есть, его на ответ, наверное, зрителю. Вот так. Спасибо. Вячеслав? Да, теперь я скажу. Был вопрос такой, что делать, что менять? Ответ был конкретный и однозначный. Менять только себя. Себя. Почему и говорит Господь, покайтесь и докреститься каждый из вас. Покайтесь. Покаяние это есть, переводится изменение. То есть, пока ты себя не поменяешь, ты вокруг все меня, ничего не будет. Ваша система, которую вы предлагаете, вы видите ее справедливой. Другие, они не отдадут власть. То есть, они будут с вами воевать. И это польется опять кровь и кровь и кровь. И это никогда не закончится. И вы никогда не победите. А самое главное, для чего это все нужно? То есть, даже вы воспитываете детей своих, вы там что хотите, можете устроить свою систему. То есть, для чего ты делаешь, для чего ты живешь, если все закончится? Ты сына воспитать, построить дом, как говорят. Но это любой бобер строит дом. Любой таракан рожает сына. Это ничего нет. Это животное обычное. А Господь пришел и поднимает на нас на самую выезд. Он показывает, какие мы должны быть. Как он к нам относится, такие мы должны быть. Он говорит, ударить тебя по одной щеке, поставь другую. Это невозможно человеку сделать. По животному закону меня нападает, я должен защищаться. Господь поставил выше планку, задвинул. И вот мы должны в таком состоянии быть. Для того он и пришел. Он умер за наши грехи. И только в этом все состоит. Все, что вы говорили там, чтобы справедливо там это все было. Может быть, это и действительно справедливо, но это никогда вам не построить. Невозможно, потому что есть другие силы. Это мы увидели на 72 года, 73 года, которые прошли. Все разрушилось и все. Ничего нету. И вот экономическая задача. Экономическая задача может быть ставится, да, но это не решает вопрос вечной участии твоей души. Никогда не решится этот вопрос. Много экономических всевозможных систем, а человек умирает, и с чем он пристанет перед Богом? И только на этом можно ставить свою жизнь. Она сегодня закончится. Ты сегодня уснешь, завтра не проснешься. Она закончится. С чем пристанешь перед Богом? Аркадий пусть скажет, потом... Так, ну, я уже завершаю, потому что, во-первых, мое слово последнее, во-вторых, у нас уже время вышло на эфир, поэтому постараюсь быть кратким. Вот. Товарищи верующие со своей стороны не представили никаких доказательств того, что вообще в принципе есть душа, что она пред кем-то там предстанет, что после смерти что-то там есть, потому что никто оттуда не возвращался к нам, сюда не рассказал. Это все чьи-то личные переживания и личные воззрения. Вот. А здесь, в этом мире, желательно бы жить уже более-менее прилично. А не то, что кто-то в Рожескоши, в дворцах, а кто-то на вокзале милостыню собирает. Поэтому давайте лучше поднимать уровень жизни здесь, развивать экономику, производство, образование и медицину здесь, чтобы как можно дольше люди не умирали. Поэтому всех благодарим за ваше внимание, за эфир. Благодарим наших гостей за их мнение, открытость. Всем удачи. С прошедшими коммунизм победит. Аркадий, Юрий, а вот такой вопрос интересный. А вы знаете, почему, в чем причина то, что вы не верите в Бога? В чем это причина? Можете ответить? Нет предпосылок для того, чтобы верить в какого-либо Бога. Юрий. Да и Бога нет в принципе. Юрий, микрофон, Юрий. Во-первых, я материалист. Это во-первых. Во-вторых, я прекрасно понимаю, как устроена экономика. Я прекрасно понимаю, что такое политэкономия. И у меня первое советское образование, второе буржуазное образование, первое техническое, второе экономическое. И за свою жизнь я очень хорошо мог сравнить, что и в чем разница. И почему причины этого всего именно с материалистических позиций. Именно эти материалистические позиции объясняют и рассказывают, почему причина всех этих проблем. Вот так. в принципе все. А вот псалмопевец Давид еще три тысячи лет назад сказал примерно три тысячи лет. Он говорит так. Сказал безумец в сердце своем. Нет Бога. И говорит причину. Они развратились и наделали гнусные дела. Нет делающего добра. Нет ни одного. То есть причина в том, что грешить желание, то есть жить как я хочу, блудить, курить, что угодно делать и ни за что не отвечать. Вот причина-то истинная. Никакая экономика здесь ни при чем. Никакая материализма причина. Ты скинул эфир, я так понимаю, ссылочку. Да. Вот по ссылочке можете посмотреть со стороны, что получилось. Я понимаю, что в любом случае это в принципе уже как бы ну за содержанием передач в принципе все это дело выглядит. В принципе мы можем попытаться как бы еще одну передачу выйти, если желаете. Общие подходы как бы тоже обсудить. Так вот поймите простую вещь. Я в 90-е года неоднократно сталкивался с этими сектантами, которые по улицам ходили, агитировали людей. В какой-то степени я понимал о том, что они отрывают молодое поколение от корней, какие бы они ни были в буржуазном обществе, от корней своих и родителей, и дедов, и прадедов. Мне это было понятно. И понятно о том, что это неправильно. Но в то же время я понимал еще такую вещь, что абсолютно такую же вещь проводили во время перестройки. Когда рассказывали сказки про то, что было там в 20-е, и в 30-е годы, о том, что неправильную страну создавали, неправильную политическую систему создавали, и все это шаг за шагом все это шло. Так вот, тогда создавалась та самая база, на базе чего сегодня фактически уничтожают души людей. вы говорите про души. Так вот, именно души сейчас и уничтожают с помощью денег, с помощью всевозможного разврата. Вот в чем дело. И никакие, извините, молитвы тут не помогают. Как бы не хотелось найти эту волшебную таблетку или волшебную палочку, выручалочку, не помогают. Потому что люди от этого не прекращают как бы выразиться плохо жить. Они не прекращают видеть то, что вокруг них происходит. И они не оказываются в тех рамочках, которые позволили бы им сформироваться человеком. То есть, человеком с заглавной буквы человек. То есть, правильный, понимающий все это. Их просто даже не учат понимать. Понимать эту жизнь, понимать математику, понимать литературу. Вот эти вот основы, которые в советское время давали. Да, я закончил советскую школу. Да, первое образование техническое. У меня советское. Вот это все. Все вот это оно связано. У нас в принципе может быть можно было бы что-то еще найти. Но поймите простую вещь. Мы будем в любом случае сталкиваться не то, что между собой. Мы можем между собой так сказать до искр дойти. Толк от этого. А вот та жизнь, которая за окном вашей кельи, за окном моего дома, на улице что у нас происходит. Мы от этого не спрячемся. И поэтому марксист-клеинская философия, которая как раз и говорит общественное бытие определяет общественное сознание, она жива, она показывает, что это факт. Потому что та же самая русская поговорка. С кем поведешься, от того и наберешься. Да, я понимаю, что вы что-то хотите сейчас спарировать, сказать, поэтому я уступаю микрофон. Еще секунду. Хотели построить коммунизм в отдельно взятой квартире, такое невозможно. Он возможен только на всей земле, на всей планете. И что там говорили про то, что пропадут все государственные границы, установятся единые государства. Вы же что это и в Библии написано. Это слово Божие говорит, Библия. Ну, для меня это не суть. Так вот, у нас, по сути, к тому и прийти должно, что будет единое мировое хозяйство, где все трудятся посильно и при этом нету разделяющих людей границ, ни религиозных, ни, условно говоря, языковых, культурных. То есть все в единой общине по сути будут трудиться на благо всего общества. Вот это есть коммунизм. Но дойти до этого религиозными методами мы не считаем правильным, потому что основа всего материя, а не дух. Уступают. да, я хотел кратко тоже сказать. Благодарю всех, особенно Татьяну за организацию встречи и очень радостно было вас послушать. Я хотел сказать, что вот то, что вы говорите, это все необходимо привязывать к какой-то системе координат, то есть какой-то эталон, на что мы ориентируемся. Вот у нас то, на что мы ориентируемся, это Слово Божие, Библия Святая, которая единственный текст в мире, сохранившийся в таком объеме, и нету вообще больше нигде. И все, что там исполняется, все, что там написано, мы можем прям подряд темы брать, разбирать, и все исполняется, подряд идет прям по истории. И то, что вы говорите, что там молитва, там ничего не меняют, ну как не меняют? Вот я уверовал во Христа, я где только не работал, в разных структурах, там меня куда только не звали, в очень крупных компаниях, и меня поменяла конкретно вера, то есть я теперь совершенно другой, совершенно изменился, люди вокруг меня изменились. И вот про систему координат, я очень кратко сейчас зачитаю. Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте, то есть мы верующим, мы постоянно обличаем, мы постоянно людям говорим, вы неправедно живете, зачем вы это делаете, зачем вы это делаете. Я, например, своему начальнику, я два раза по два часа с ним беседовал, чтобы он не воровал, и постоянно, где я только бываю, и я меня не уважаю, народ ценит на работе, ценит на работе меня, и не хотят отпускать. И везде так всегда было, олигарх передо мной, я работал тоже и на таких людей, я ему всегда в лицо скажу, что он за все даст ответ перед Богом. Вот это наша система координат. И дальше вот смотрите, все же обнаруживаемо делается явным от света, то есть мы свет проливаем здесь на дела людей, ибо все делающееся явным свет есть, посему сказано, стань спящей и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. И теперь рецепт дается, что нам делать. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавые. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. То есть мы, как верующие, вот то, что у вас тут представление, я вижу, из ваших речей, да, о верующих, весьма примитивное. Мы совершенно на другой глубине живем, и все события рассматриваем, и поступки наши, они совершенно другим. Вот тут Игнать Тихонович вам говорил, что мы молимся о правителях, чтобы их Господь вразумил. То есть мы понимаем, что с правителями большой спрос будет перед Богом, потому что ему поручено руководить большим количеством людей. И мы за его душу переживаем, и с этой позиции молимся. Мы не молимся, чтобы ты умер, занос у тебя в мозг Господь сделал. Нет, мы так не молимся. Мы тоже о нем переживаем, чтобы он спасся, чтобы его душа пошла не в ад. Поэтому вот у нас система координат просто совершенно иная. И исходя из этой системы координат, если ты смотришь на мир, то совершенно все под другим углом, и ты любишь реально ближнего, а не то, что я тебе через колено сейчас причиню любовь. Мы сейчас придем, коммунисты, там любые демократы, и будем вас ломать через колено, и счастье причинять вам с утра до ночи. У нас совершенно другой подход. Сейчас именно это и произошло, вот за эти 30 лет. Через колено всех сломали. Вот у нас, у христиан, другой совершенно подход. Коммунизм по всей земле построить, а кто не согласен, что с ними делать? Кто с этим не согласен, что с ними делать? То же самое, как в Советском Союзе, не согласны, и все, отходишь. А в Советском Союзе коммунизм был? По строительству коммунизма. Строительство, то есть был социализм. Не согласны, что делалось не согласны? До 53-го года. У меня дед священомученик, правед священомученик, репрессированный. То есть, пожалуйста, он не согласен. Все, враг, а контр, контр... До 53-го года социализм. После 53-го ведение вот тех самых драконовских налогов, про которые Игнатий говорил, о том, что там и полторы шкуры, и, так сказать, яблони спиливали. Правильно, при Хрущеве все дело развернуло. Ну и при Хрущеве пошли те самые экономические реформы, которые развернули на буржуазный лад, то есть, на прокапиталистический лад. Как раз началось отступление от социализма. Почему? А элементарно просто, потому что до 53-го года фактически стоял вопрос о диктатуре пролетариата, а после 53-го года, если уж так подходить, политически, то вот этот вот термин был устранен полностью, и дальше пошло какое-то аморфное общенациональное, общенародное. Юра! Я еще нужен? Я просто отчаялить хочу. А, ну давай уходи. Понял. Все, всем спасибо, до свидания. То есть, мы можем на эту тему продолжать, говорить, мы можем, так сказать, бодаться, мы можем до искор дойти, но понимаете, в чем дело? В любом случае, стране от этого лучше не будет, и тем молодым людям лучше не будет, потому что они не получат тот объем знаний, который позволит им правильно жить, правильно выбрать своего, так сказать, мужа, жену, создать правильную семью, не поможет. А дальше, когда у них дети вырастут, где они будут работать? На хозяев? А хозяева кто будут? Они заинтересованы в чем? В получении прибыли, они заинтересованы, а не в том, чтобы страна была независима, не в том, чтобы был продукт чистый, нормальный в магазине, чтобы дети были здоровые, потому что система построена на этом дело деньги, и пока вы от этого будете отворачиваться, стараться это не замечать, эта система будет нас всех, в том числе и меня, и моих товарищей, давить. Фактически об этом Татьяна и говорил, с этих позиций она, насколько я понимаю, переписывалась. Никуда мы от этого не спрячемся, никуда мы от этого не денемся. Можно шоры одеть, но толк-то от этого. Я же, так сказать, тоже не просто так. Определенный этапы в своей жизни были. Ну, Игнать Тихонович, будем заканчивать. Что-то сказать есть? Ну, что сказать-то? Если вера закрыта, то что дальше сказать-то? Это в бетонную стену лбом бить. Человек не верит, что есть Бог, который его сотворил, он себя не знает, он не понимает, что все это предусмотрено. А вот будет хорошо было, в 62-м году объявили, нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. С 82-го года Советский Союз уже при коммунизме живет. Получилось? Да нет, одна ложь, непрерывная ложь. Это кровавая похлебка, все еще не выхлебана. Они берут за море крови новые пролить 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 надо. Скажи, Юрий, микрофон у вас. Юрий, микрофон. Ну, все понятно. Все, надо заканчивать. Можем еще встретиться, побеседовать. Отдельно можно будет, если... Продолжим, так сказать, нет вопросов, можно продолжить, не проблема. Так что могу сказать только одно, успехов. Все. Спаси Христос. Спаси Христос. Все доброго. Все хорошего. Слава Иисусу Христу. Слава Иисусу Христу. Во веки веков. Аминь. Ну что, все.